Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инслайдер и я рад вас приезд на своем музыкальном канале. Сегодня ко мне в гости забежал очень известный человек, именно блогер, музыкант, преподаватель по вокалу и основатель самой крупной рок-школы в СНГ, Леус Хеллдскрим. Здорово! Здорово! Здорово-здорово! Всем привет! Итак, коль у нас тут намечается очень ламповая движуха, и так как у нас закончился один год и начался другой, то я хотел бы сразу тебя поздравить с наступившим 22-м годом, хотел бы пожелать тебе самое главное здоровья, развития в твоем нелегком труде и чтобы все твои поставленные планы, если они таковые есть, были достигнуты, несмотря на всю ту хрень, которая называется ковид. Ну, спасибо, это спасибо, да. Ну, и коль я затронул эту тему с Новым годом, то скажи мне сразу, чем тебе запомнился 21-й год и каким продуктивным он для тебя был? Единственная продуктивность мне нарушила только несостоявшееся падение с лестницы, когда я себе ногу растянул, у меня выбило это из колеи немножко, я что-то там на какое-то время на все довольно сильно подзабил, ну, не считая роликов как бы, да, то есть именно свои какие-то дела, там что-то у меня там и альбом стопнулся на какое-то время, я не дописывал ничего, потому что нога болела так, что просто забей вообще. Вот, это единственное. Все остальное, все как обычно было продуктивно. В этом году мы немножко поменяли расписание, формат роликов, чтобы времени немножко освободить и немножко свободы приобрести, короче, чтобы, ну, знаешь, ну, типа не зависит, ну, то есть какое-то расписание все-таки с роликами будет для Ютуба, да, но не будет такого, что прям только они, то есть я буду добавлять какие-то наши зараженные на коленке, снятые прям моментально, потому что иногда бывает хочется, и ты там этого не делаешь, и потом сидишь так, ну, я хотел это сделать, не сделал, теперь все в говне. Именно самого удовлетворения когда-нибудь такого не получается, то есть у меня есть ролики, которые строго идут там на влоговый канал, да, которые вот именно такие, а есть ролики музыкальные, которые хочется выложить на основной канал, но я что-то как-то такой, нет, там у меня там в среду вышел ролик, выпустить еще один видос в четверг, что-то как-то это не круто, вот, поэтому в этом году я решил забить, и буду выпускать ролики тогда, когда захочу. То есть будут какие-то по расписанию, а будут какие-то, которые я буду выкладывать прям чисто такой, выпустил ролик, через 20 минут другой вышел, типа того. Вот, то есть как бы такого будет. Я, конечно, буду стараться так не делать, чтобы прям с разницей в 20 минут ролики на одном канале выходили, но кто его знает. Обещать не буду, типа. Вот, ну и с альбомом то же самое, мы сейчас ускорились, но в плане продакшна визуальной составляющей, потому что там сложно все это было с мультиками сделать, сейчас ускорились, разработали еще более не продвинутую, а более понятную, удобную технологию, чтобы все это делать. Вот, как бы время художнику освободили, чтобы ему полегче было работать, рисовать все это. Ну, то есть как бы такое. Я думаю, что мы не к февроролю, может быть, к марту начнем уже там первыми синглами закидываться, короче, выстреливать их, выпускать постепенно. Типа того. Ну, это как бы не секрет так-то. Просто я говорю, кто спрашивает, я говорю, а кто не спрашивает, ну, как бы я анонсирую, тогда анонсирую. Знаешь, это вот такое, все равно планов в любом случае не было такого, что я вот сейчас сказал в феврале, а потом в феврале не выпущу, и мне опять на что-то, ладно, опять не сделал. Ну, типа не выпустил, значит, не готово оно, точнее как, оно не выглядит так, как я бы хотел, чтобы оно выглядело. Потому что я знаю, как оно должно выглядеть, да, мы должны это делать там, чтобы все вот прям получилось, как мы хотели, чтобы еще вперед у нас как бы запас был, что выпускать. Потому что денег это стоит тоже как бы немаленьких именно всякие-то мультики делать, там, это все равно. То есть расходы мы сократили, вложив огромное количество денег на то, чтобы у нас просто было где записываться и как бы научиться всем этим пользоваться, да. То есть, ну, типа место построить, собрать оборудование, как бы купить все это, настроить, научиться этим пользоваться, как бы, да, чтобы отрезать от себя вот эту вот необходимость ездить на студию, тратить время, деньги, как бы и на поездку, и на саму студию, да. И плюс как бы просто комфортно работать в одном и том же месте, потому что у тебя все настроено, все готово, включил на запись и погнал. Типа того, то есть это, конечно, я бы не сказал, что это сэкономило деньги в рамках одного альбома, потому что, как бы, оборудование стоит гораздо дороже, чем просто запись альбома, вот, сама по себе. И, ну, это на, как это, не на вырост, а как это слово-то забыл? На будущее, короче, просто, чтобы у нас была возможность. Вот мы когда захотим писать, да, новое, мы просто сели и записали, сразу же, практически, начистою, без каких-либо демок, без всего. Я так обычно сейчас стараюсь и делать. То есть ты, когда записываешь демку, тебе потом надо ехать на студию, переписывать, ты слушаешь и думаешь, ну, что-то, короче, не так. Вот мне в демке больше нравится. Вот это вот меня состояние задолбало, короче, да. Я хочу, чтобы у меня демка была уже как чистовой материал записана, чтобы потом я просто это собрал, отдал звукачу на сведение и все. Ну, то есть, как бы, чтобы момент вот этой записи отключить. Вот, соответственно, как бы на это тоже времени с деньгами уходит много. Я с тобой согласен, если ты пишешь материал, и будь это запись гитар, или запись барабанов, или даже вокала, переписывая несколько раз одно и то же, ты просто начинаешь к этому, как бы, перегорать. Ну, просто да, надоедает. Это такая же тема, как я могу в 4 утра просто встать, пойти вокал писать. У меня вчера такое было, я просто пошел писать трек ночью, там, такой медляковый, космический, прикольный. Ну, вот, просто пошел в 4 утра вокал писать. Ну, вот, когда у тебя, вот, ты чувствуешь, что тебя там порет сейчас, да, прям надо, вот, прям вот сейчас надо, короче, да, ты же не будешь в 4 утра звонить звукачу, говорить, слушай, я сейчас, короче, там это, приеду, запишемся. Он, скорее всего, вряд ли тебе ответит, а если ответит, то пошлет на тебя на три веселых. Как его в 4 утра писаться, ты что, больной? Ну, вот, поэтому вот эту тему я как-то, знаешь, отрезал просто, не жалею, потому что, реально, как бы, я никого не беспокою, никого не нервирую, как бы, да, и могу в любой момент этим заняться, и меня это, как бы, ну, не напрягает, типа. То есть, получается, вы просто записываете дорожки, и это куда-то потом отправляете, да? Да, да, да. Тупо просто все собираем здесь и отдаем. Он 21 век, что делать-то? При этом, как бы, у меня гитарист с басистом пишется отдельно тоже, они ко мне не приезжают. Они точно так же могут. Вот, допустим, мы там делаем, хотим сделать клип, да, ну, можно сказать, на коленке, вот. Но, как бы, знаем, как сделать, чтобы это по визуальной составляющей выглядело, как это хочется, да, сделать. Ну, просто, знаешь, я бы сказал, что это не клишированный клип, а стандартная схема такая, да? Но так как у меня все 4 человека в группе умеют пользоваться камерой, умеют пользоваться звукозаписывающими устройствами и, там, светом и всей этой фигней, мне не надо будет им нанимать оператора, им не надо будет снимать себе помещение какое-то, да, чтобы просто снять фрагменты, которые мне нужны, понимаешь? То есть, как бы, еще один этап, который исключает, то есть, мы можем креативить, фактически, такие дома снятые клипы, да, которые просто надо смонтировать хорошо, да, там, все это сделать, вот. Которые, как бы, будут вполне себе нормально выглядеть, тем более в наших сейчас условиях, как бы, особо где-то не погоняешь, как бы, да, какие-то там можно, конечно, выбираться, но, опять же, куда-то ехать, что-то снимать, вот. То есть, это проблематично, особенно, когда нету второго сета оборудования под съемки, под выезды, потому что, блин, разобрать барабаны, которые у меня стоят в соседней комнате с рамой, со всей фигней, с 18 микрофонами вокруг висящими, это кошмар. Ты это разберешь и такой, ну, в жопу этот клип вообще, да, потом подумаешь, что тебе надо это обратно собрать, и такой, ну, в жопу этот клип точно. Да, то есть, это надо арендовать специально оборудование, опять же, а лучше, опять же, иметь какое-то свое, чтобы оно там, ну, грубо говоря, не то, чтобы с твоими логотипами было, а то, что ты привез его, собрал, и у тебя, как бы, готово все. Ну, то есть, типа, такое есть. Это под туры мы как раз будем делать такую специально, чтобы у нас был сет оборудования отдельный, абсолютно не трогающий, домашние, типа, дела. Ну, все. Ну, не считая пульта, который, как бы, проще один иметь, чем два настройки, просто тупо, который дома сделал, повез в тур, у тебя везде свой звук, все свое, как бы, ничего никуда не путается, никуда не пропадает. Ну, тут я с тобой согласен, да. Так, ну, тогда давай, погнали по всем тем вопросам, которые для тебя подготовил. До того, как ты открыл свою школу, стал преподавать вокал, вести YouTube-каналы, которые со временем стали приносить тебе какой-либо доход, чем ты занимался? Ты имеешь в виду, чем я занимался в принципе, или где я работал? Ну, да, где работал и чем занимался в принципе. Ну, лет с 13, по-моему, 14, ну, с 13, скорее всего, это какой, восьмой класс, что-то типа того. Да, где-то так, по-моему, получается. Я начал бегать курьером, чтобы себе на первую гитару денежных заработать. Вот, когда все одноклассники шли бухать, я бежал разносить, развозить заказы по всей Москве. Тогда еще был такой прикольный справочник Atlas с картами. То есть не было телефона с всякими GPS-ами, со всей вот этой фигней. Тогда телефоны, это что, это прям... Если у тебя рингтон крутой, ты вообще красавчик. Вот. Получал я за заказ, по-моему, 50 рублей, что ли, или что-то типа того. Вот. Курьером потом работал в провайдере на телефоне, сидел. Не админил, а вот именно техподдержка, там, по мелочи. Параллельно, как бы, пока звонков не было, особенно по ночам. Какие-то свои там музыкальные дела делал. Вот. На кафедре какое-то время в институте работал. И потом очень активно мы начали делать и себе, и другим командам концерты. Вот. И это просто захавало почти полностью все время. Вот. Мне перестало хватать времени на работу и в провайдере, и там какие-то другие пытаться там что-то где-то зацепиться. Вот. Вот. Конечно, я старался работать везде, где получалось, но времени просто не хватало, потому что еще институт, это просто каша в башке. Вот. И, соответственно, как бы, ближе к 2008-2007 году мы уже почти полностью, я, точнее, почти полностью на музыкальное самообеспечение перешел. Вот. Но мне как студенту особо много не надо было. Вот. Были потребности там в струнах, в микрофонах каких-то там для того, чтобы концерты петь. Я помню, купил себе микрофон за 600 рублей. Он у меня до сих пор жив. Короче, до сих пор лежит в столе здесь у меня. Это Samsung был как-то R21s. Он реально стоил 600 рублей. Он до сих пор жив. Я с ним там спел хреново гору концертов. Микрофон, конечно, такой себе. Ну, потому что он 600 рублей. Он сейчас стоит полторы тысячи, понимаешь? То есть это... Вот. Но как бы для того времени мне этого хватало с головой. И как бы, ну, конечно, я слышал, что он не звучит, как какие-нибудь там дорогие студенты, микрофоны или еще что-то. Ну, то есть как бы я изначально, фактически, с самого начала старался максимально приблизиться к музыкальной деятельности. А преподавать я начал по чистой случайности, потому что... Ну, как бы я не собирался. У меня с преподаванием не было идеи, что вот я сейчас вот я такой вот там, такой крутой весь из себя божество вокала. Сейчас начну преподавать и прям вообще... Короче. Да. Просто была репетиция. У нас, знаешь, как вот обычно сет репательный, 3 часа, да? Ты за эти 3 часа там прогоняешь программу по там час-15 где-то, да? Два раза. То есть часть ты собираешь оборудование сначала, вначале ставишься, настраиваешь, да? Потом ты играешь час небольшим. Потом минут 10 перерыв. И потом еще раз прогоняешь программу. Вот. Я в такой перерыв просто вышел чайку налить себе в коридор. Ну, и чтобы комнату проветрить с ребятами. Вот. Стоит чел просто такой с такими глазами на меня смотрит, типа... А кто у вас там, типа, поет? Кто там кричит? Кто скримит? Там в этом... Вот в этом фрагменте там что-то какие-то гроулы были. Я говорю, ну, как бы я ему говорю, я, я. Он говорит, а типа, можешь научить? Я говорю, да ты гонишь. Я говорю, чем эти? Я не знаю, как это дело оценят меня вообще. Вот. Ну, как бы он меня, конечно, допытал. Я как-то старался с мыслями собраться, чтобы объяснить ему, как я это делаю. Прям причем вот фактически с того, как я это сейчас, собственно, и рассказываю, да? Как все вот эти вещи прям с самого нуля. Потому что сразу же просто заставить человека кричать невозможно. На это годы ушли. То есть до того момента, когда мне задали такой вопрос, я уже около, наверное, четырех лет просто сам, как бы, да? Там что-то пел, кричал, да? А в принципе, ну, в принципе, как бы пел, да? А это уже лет восемь, наверное, прошло. То есть как бы со всякими вот этими расщеплениями, со всей этой фигней там уже довольно давно. Ну вот. И даже тогда я типа такой говорю, да не-не-не, ты что, чел, короче, не-не-не, не-не, не давай. Ну вот. В результате, короче, когда я начал с ним заниматься, у него начало что-то там получаться. Он начал какие-то там песни что-то петь. Естественно, там знакомые, друзья какие-то его узнали о том, что вот так вот он делает. Короче, он там с группой со своей начал там какие-то концерты. Ну то есть у него была команда, но он не пел в ней. Он чисто там, типа, он что-то на гитарке поигрывал. Вот. Ну и, знаете, просто это начало разрастаться постепенно по сарафанному радио таким образом. То есть я как бы особо никогда этого не продвигал. Оно само себя продвигало всегда. И как бы дальше это, считай, уже современная эра, просто в меньших масштабах. Все то же самое, считай, было. Это прикольно, когда без рекламы, грубо говоря, вот так все завертелось и разрослось. А смотри, если мне не изменяет память, то в 2007 году ты собрал группу Fiend. Fiend в 2007 собрали, да, мы с ребятами. Там как бы история очень простая была. Расскажи, пожалуйста, об этом, как образовалась группа и менялся ли состав с момента создания до сегодняшнего дня. Ну, смотри, собрались мы на руинах моего старого королевства. Вот, это лирика из песни, одна из нового альбома. Типа, на руинах моего старого королевства я построю новый, вы будете называть его Улей. Типа, вокруг слишком много копошения, слишком много всего происходит и слишком много всего делают. Вот. У меня была команда, в которой были люди, с которыми было душевно, короче, играть, но они не были готовы к тому, чтобы реально работать и заниматься этим полноценно. То есть, как бы, развиваться по нестандартному пути человека, живущего в нашей стране. То есть, как бы, типа, у нас, как бы, принято считать, что музыка — это бедность, короче, да. То есть, как бы, ты не сможешь себя обеспечить, там, короче, будешь этот... Вот, то есть, как бы, а получается только у тех, у кого есть знакомые, знакомства какие-то и талант. То есть, это не то, что ты 8 часов в день на гитаре играешь, да, там, или занимаешься, поешь, а это талант, это какой-то, там, поцелуй с небес, который внезапно тебе дал возможность так вот делать. Ну, то есть, такое. Вот, соответственно, как бы, с ними было довольно сложно все это делать. То есть, да, мы играли прикольный материал, к которому я, можно сказать, сейчас вернулся. То есть, я сам тоже этот материал, как бы, сам изначально писал. Мы там с гитаристом на пару что-то делали. Вот. И в какой-то момент просто мне была сказана фраза, я там попросил ребят, у меня не успевал просто доехать, попросил ребят, кто поближе, типа, съездить забрать билеты, распечатанные на наш концерт, которые мы там тоже что-то делали. Вот, там, надо было билеты забрать, раздать на следующий день другим командам. Я просто попросил забрать и мне передать, потому что я не успевал доехать до типографии, по-моему, что-то такое было. Вот, я из института ехал. Вот, и мне просто в один голос вся группа написала, что, типа, сам замутил, сам разгребай, короче. Вот. И решение о том, что группа больше не будет существовать, оно пришло ко мне, пока я ехал одну остановку на трамвае. Реально, вот я ехал от института до метро, там, по-моему, одна или две остановки было, в зависимости от того, где сядешь, типа, да. Вот, пока я до метро ехал, решение было принято, короче, и я всех послал. Вот, при этом незадолго до этого, короче, ну, потому что у меня прям реально это полыхнуло у меня до такой степени, что, типа, блин, мы вроде, у нас там шесть человек в команде, да, то есть мы не можем вот такие простые вещи, как бы порешать просто билеты на наш же собственный концерт, да, собрать, чтобы их потом раздать там группам, которые с нами играют там по своим каналам распространить, начать продавать, чтобы мы же заработали какую-то себе денежку, чтобы потом было чем заплатить звукорежиссеру на студии, понимаешь, потому что мы хотели там записать какие-то песни. Вот, вот этого мышления у людей не было, они сам замутил, сам разгребай. Я сказал, ну, значит, сами разгребайте, у всего хорошего мы с вами еще не увидимся просто, знаешь, вот так вот. Вот, как бы я абсолютно об этом не жалею, потому что, да, прикольный был материал, но, как бы, было понятно, что мне не светит просто там ничего вообще, вот, вообще никак не светит. То есть я хочу развиваться, а у них, как бы, ни желания, ни, как-то, знаешь, какого-то понимания, как это должно происходить, нету. Вот, и, короче, вот это вот решение быстро было принято, прям вот максимально быстро. При этом, как бы, получилось так, что, вот я сказал, шесть человек, да, у нас буквально за месяц до этого отвалился барабанщик. Я ему прямо после концерта сказал, говорю, ты партии, говорю, уже полгода не можешь доучить. Говорю, вот как мы играем, это просто детский сад, пионерия гребанная. Я говорю, ты умеешь играть, но ты раздолбай просто. Говорит, давай больше не будем просто этого делать. Я, как бы, возьму барабанщика, который способен выучить партию. У нас там буквально через неделю был концерт, и чел просто за неделю все партии выучил, и мы спокойно, нормально, цельно, под метроном, все, как у нас было задумано, сыграли, понимаешь? То есть, как бы, человек просто ответственно подошел к этому. У меня это просто взбесило тогда. С басистом такая же фигня была, то есть, он партии просто забывал, начинал какую-то дурь играть, и ты просто слушаешь, что он в вокальной линии не попадает, просто там, какими-то секундами охреначат, мимо, короче, всего. Ну, говоришь, братан, ну, пожалуйста, ну, ты хотя бы запиши себе лады, на которые можно ткнуть в этом месте песни, чтобы, да, то есть, не заморачивать его там музыкальной теорией гармониями какими-то. Я говорю, запомни, где можно играть, а где нельзя играть. Все, да, играй партию, вокруг нее крутись, давай не будем это, как бы, вот это. Тоже он в какой-то момент, не, я ухожу. Типа, мне не дают творческой свободы. Я говорю, ты понимаешь, что ты мимо нот играешь фактически? Мне не дают творческой свободы. Я говорю, ну, как бы, ну, как бы, хорошо. Вот, и как раз барабанщик тогда притащил с собой басиста. Это была группа, мы с ними уже выступали, они там Black Metal играли, такой прям, бе-е-е-е, Сейтан. Ну, вот, короче, он привел с собой басиста, который, как бы, я слышал, как он играет. Он играл хорошо, ровненько, он пришел просто сразу, сыграл с этой партией как надо было. Там там что-то от себя добавил, я слушал, думаю, вкусненько. То есть человек понимал, что вот здесь это можно сделать А вот здесь вот не стоит, потому что оно просто туда не помещается Ну то есть оно просто не лезет Я думаю, ты понимаешь, о чем я Вот, как бы, да, они пришли И они вот в этом разговоре как раз не участвовали В этом разговоре участвовала вокалистка, гитарист как раз И клавишник как раз, там, то, что вот осталось, да От состава, получается, сколько у нас пятеро Не шестеро все-таки было, пятеро Я гоню что-то Ну вот, дожди А, нет, шестеро, подожди Басист два... А, ну, я тоже, я себя посчитать забыл, дебил Ну ты понял Вот, короче, да, вот этот разговор состоялся, короче И меня гитарист только написал Который тоже, как бы, в этом участвовал Он такой написал, типа, что, все, что ли? Я говорю, да, все Он такой, обидно То есть, знаешь, он даже, он даже как будто не расстроился Вот это меня вообще поразило просто Типа, обидно Как бы, то есть, не было такого, что, блин, нет, чувак, давай подумаем Может быть, там, что-нибудь, как бы, там, причин придумаем Вообще, просто полностью То есть, они абсолютно были не готовы То есть, знаешь, это, собраться пивка попить, короче, потусить, короче Вот это вот Меня это совершенно не устраивало никогда Потому что, ну, блин, пивка потусить, попить, они могут без группы Какая проблема-то? Зачем вам группа вообще? Вот, это у меня, кстати, была одна история с одной командой Где вокалист пришел Как-то раз на репу и сказал, говорит Зачем нам группа, мы и так можем собраться побухать? Типа, при этом чуваки играли очень клевый материал Прям реально такой, знаешь, для девочек Metalcore Мне очень нравилось У них там два альбома вышло, я прям обожал их Там, я просто там Как-то у них там слова Еще один последний вдох И я буду готов, там, или вздох, что ли Прочесть между этих Что-то ненаписанных строк, там, знаешь Что-то такое, там, короче, прям Прям вот такое Прям вот оно специально было так сделано Оно создавало тот самый эффект, который от него ожидали Ну вот, и, короче, спустя там пару недель Или, да, может быть, даже месяц Мне басист с барабанщиком вместе написали Не помню, тогда, по-моему, еще Ваську Типа, ты будешь что-нибудь, типа, дальше делать По музыке, или, типа, ты забросил все со всем Я говорю, я как бы, как музыку писал Так и пишу То есть, как бы, ничего не изменилось Абсолютно все то же самое Никаких изменений Вот именно Я как ловил кайф от того, что я пишу музыку Я так это и делаю Просто у меня теперь нету творческой единицы В виде группы, где я это могу реализовать Все Они такие, а можешь показать? И я им скинул, по-моему, три, что ли, табы Жалко, что потерялась вторая, третья Как-то она тем, где-то удалилась, что ли Вот Одна из этих таб была Dream Песня с первого альбома, как раз Не считая интрухи Вот И они просто в один голос сказали Блин, давай вот это играть Это очень круто звучит, типа Я говорю, ну давайте соберемся чисто Ну, типа, не как группа, да А просто соберемся втроем Чисто попробуем ее сыграть вживую Типа, вот Послушаем, как это звучит Вот Мы собрались Сыграли, такие, типа Неплохо качают Ну, говорит, давайте еще строй там опустим Мы опустили строй, вы знаете, до Ля диеза, до А-шарп, которая, да, дроп Мы сначала, по-моему, ее в Ре сыграли И она что-то как-то слишком высоко звучала Мы прям на репе Прям гитары спустили Просто джи-джи-джи Такие просто, ооо, вот это прям жир, мясо Вот И, короче, после этого взяли перерыв Начали такие, типа Ну, нужен по-любому второй гитарист Как без второго гитариста вообще можно метал играть Типа Не тот стиль, где хотелось бы, чтобы это такое было Без гитары Начали искать гитаристов К нам на первое прослушивание, по-моему, пришло человека 4 или 5, что ли Вот Мы там, естественно, скинули один кавер И там пару своих песен, чтобы можно было поиграть Мы тогда даже не знали, как подклады нормально бэки делать Потому что не было денег на звуковуху, чтобы клавиши запустить Мы купили какой-то Creative X-Mod, беленькую звуковуху Которая лагала по-страшному И у нас на первом же концерте просто бэки, клавиши все сползли там, знаешь, на полтора такта Никуда, короче То есть там это забей вообще больно было Но мы слушали гитаристов Там было из разряда Пришел гитарист, у нас уже гитары, мы поставили струны нормально Чтобы под этот строй держалось, все нормально Пришел гитарист, говорит Мы такие, типа Ты выучил? Он такой, да, да, да Только по-другому у меня гитары настроены Мы такие, ну как бы у нас уже струны, там все дела Мы уже там втроем вместе звучим Хотелось бы, чтобы ты с нами сыграл так, как есть Он говорит, не, играйте под меня, типа я не могу так низко Мы такие, дверь там, чувак Потому что, ну сразу было понятно, что человек пришел вообще непонятно зачем, понимаешь? То есть как бы, ну типа сыграйте под меня Я никогда это в жизни вообще реально не забуду Потому что он приходит на прослушание и говорит, что группа должна под него подстраиваться Типа когда у них уже состоявшееся мнение о том, что они хотят делать У них уже там демки, какие-то записи есть Они хотят играть в этом строй Три человека, да, то есть как бы один приходит, начинает им что-то рассказать То есть у нас уже какое-то мнение устаканившееся о том, что мы хотим делать было Вот, и мы просто такой Басист такой, типа я вообще не понял, типа чё А потом подошел гитарист Следующим зашел, просто сел У него оказалась гитара настроена так же, как у нас Мы такие Респект Просто начал играть там рифаки знакомые Мы такие, о, красава И он попал просто в настроение Мы просто стали с ним играть первую песню И он просто сразу Вот мы сразу зазвучали, как единое целое, понимаешь Просто сразу же, моментально Такие, типа, о, все нормально Просто даже следующих гитаристов даже слушать не стали Потому что стало понятно, что бесполезно Просто им сказали, что пацаны сорян Но мы нашли человека Там как бы нам сказали, типа, вы охренели Там, типа, меня послушайте Я тоже пришел же Я говорю, ну ты понимаешь, что мы тебя послушаем И будет еще обиднее, если мы скажем, что, типа, не подходят Потому что мы просто нашли человека Который, вот он, все, наш Ну, как бы, знаешь, все трое почувствовали Что, типа, вот наш человек, короче, да После этого мы начали там искать уже там вокалиста Чтобы было кому петь Потому что партии, как бы, я не собирался петь Ни разу вообще Я на бэк-вокале там хотел попердывать Что-нибудь похрюкивать А так неинтересно было Вот И вот это 2007 год Конец как раз там У нас последний концерт с той командой был Где-то, по-моему, в конце октября Или в начале октября, что ли И как раз уже вот 5-го, 7-го декабря Мы как раз Репали полноценно с этим гитаристом То есть мы за первый час послушали всех И остальные два часа посвятили тому Что просто играли материал Который он, оказалось, выучил То есть у нас уже было написано Пять песен под первый альбом, короче И он все пять выучил Мы такие Братан Он говорит, да мне зашло просто Я взял и выучил То есть, как бы, я отметил В гитар-прошке, короче, партии Которые ему играть Чтобы мы не перепутывались, да И все, как бы Вообще никаких вопросов не возникало Вот Потом слушали, как бы, вокалистов разных И в какой-то момент Я чисто для того, чтобы было Что показать вокалистам Что мы от них хотим С какой ритмикой приблизительно То есть, типа, я писал материал Ребята такие, типа Вот, а давай здесь вот это добавим То есть, как бы, как дерево листьями Знаешь, обрастает постепенно Вот Идеи какие-то приходят от них Вот Они, короче, добавляли какие-то моменты Но в основном писал весь материал Я все равно, как бы, да И лирику надо было как-то расставлять Вот И в результате просто Я записал демку В которой показал Как мне хотелось бы Чтобы был расположен вокал И мне они такие, типа Говорят, а что мы паримся? Говорят, может, ты петь будешь? Я говорю, давай охренели, что ли Типа Ты партии видел вообще? Я, конечно, говорю Я говорю, конечно, могу Но, во-первых, ссыкотно Потому что, типа В смысле вообще? В смысле я пою? Вот И на гитаре-то боюсь играть А вы мне петь Вот А во-вторых, как бы Партии-то играть Как вот эти будешь? Ты там Просто Он говорит, ну что тебе Сложно перелопатишь партии И попроще сделаешь Мы же, типа, здесь не техникул Дет собрались играть Типа сделаешь попроще Я говорю, ладно, я попробую Я, короче, в результате потратил Все новогодние праздники Просто на то, чтобы Перелопатить материал таким образом И По-моему В марте мы стартанули уже Запись альбома прям делать Прямо по полной программе Начали ездить на студию записываться И к маю месяцу уже Подготовили там программу концертную Сыграли Там уже пошли концерты какие-то И как раз Летом мы поменяли барабанщика Потому что У нашего что-то случилось С восприятием вселенной Он просто Мы стоим втроем на репетиции На реп-базе уже подключились Ему даже железо уже повесили Потому что он кардан там С малым свой возил Ему железо уже все его развесили Короче, которое на базе лежало Потому что он брал кардан С малым типа с собой заниматься Иногда малый конечно оставлял На базе Но все равно неважно Но вот мы уже все развесили Сами уже звук настроили Все по балансу нарулили Все, бэки все включили Все готово, короче Уже даже сыграть под гитар-прошку Успели под барабан И, короче, пару раз Песню такие Начинаем ему названивать Ты где, типа Он такой Гад, я не приеду Мы такие, типа Братан, ну в смысле Что за хрень Он говорит А, что-то у меня там Горлышко болит Я не могу Мы такие Ты бы предупредил Хотя бы заранее За пару часов Чтобы мы репу отменили Короче Мы материал поиграли Так прошло Пять или шесть репетиций У нас там концерты К концу лета были заготовлены Уже там Чуть ли не три концерта подряд В Москве В одном и том же клубе Нас там Просто такие, типа Давайте играть Там Все дела Разные организаторы Абсолютно Мы такие, типа Давай Типа Чего сложно Мы просто на первом сольнике Собрали довольно много народу Я не помню, сколько там было Точно Ой, на первом сольнике На первом концерте Было довольно много народу Народ решил, видимо, что Мы типа Сейчас будем до хрена Все время собирать Вот И начали назвать Прям по всем концертам Которым только можно было Мы, конечно, много не соглашались Но это вот прям Три концерта подряд были Там с разницей По-моему, два подряд были Один там Через два или три дня Короче Вот И к этому моменту Нам надо было подготовить Мы хотели новый материал Готовить уже Там песни какие-то Доучивать новые Чтобы удлинить программу Немножко, да Вот Но вот с ним так Застопорилось Все И мы начали резко искать Барабанщика В результате взяли Сосионщика Потому что время уже поджимало Который там Намного старше нас всех был Короче, да Вот Это был бывший барабанщик Группы Кувалда Которая мешает бетон Бригада рабочих Жрет самогон Мы тоже такие Когда об этом узнали Такие пошло Ну типа Мир квадратный Как чемодан Вот Он с нами проиграл год Мы искали довольно долго Себе барабанщика В результате, короче По приколу У нас было Две репетиции в неделю Типа Да То есть мы разучивали Новый материал У нас не было такого Что мы приходили на репу И тупили Типа, да Что мы будем делать Мы приходили на репу Именно ради того Чтобы Сыгрываться с новым материалом То есть не разучивать его Да То есть решать Кто какие партии играет Я там сижу гитаристу Показываю партию У нас все было всегда выучено Мы приходили Именно чтобы Это вместе звучало Как бы Ну нормально То есть мы Не учить партии Приходили на репетиции Как это очень часто бывает Что меня всегда выбешивало Просто когда такое происходило Я просто человеку говорил Садись на стул и сиди Мы как бы будем играть Раз ты не выучил партии Какой смысл? Ты просто тратишь на время Время на работу с человеком Которую он мог сделать дома Понимаешь? Просто вот это бесполезная вообще Трата времени Не, бывает случай Когда там надо показать Блин, давай вот здесь вот так вот сыграем Да, вот такого плана Но никогда он просто даже нот не знает Которую надо играть Это вообще дичь Вот И по приколу Как раз в апреле месяце К нам пришла Ира на прослушивание Такая чисто Я по Стёбу приду Она со своей группой у нас На разогреве выступала Потому что к маю 2009 года К апрелю, к маю Мы уже успели отыграть И Спейн со шведами в Москве И Скивмед с Андруиды Это финская тоже команда Одна такая Небольшая, но с Инчеремеди У них лейбл был Сейчас они уже, по-моему, не существуют Ну вот, то есть как бы такие Уже начали собирать как бы Свою аудиторию Прямо свои концерты Вот Ира со своей группой у нас На разогреве выступала Просто, по-моему, один раз Как раз Она такая увидела У нас были репетиции Типа одну репу мы разучиваем Точнее, как не разучиваем А сыгрываемся по материалу А вторую репу мы слушали Барабанщиков Я не знаю, сколько мы Барабанщиков за год послушали Это просто кошмар Вот с того лета 2008-го Да, до апреля Мы послушали Я не знаю Человек 50, наверное, 70 Если не 100, короче Ну очень много То есть каждую репетицию Два-три человека Мы слушали, короче Да, то есть просто Не могли найти человека Который вот просто Садится, начинает играть И с нами звучит Понимаешь? Сюми какая-то непонятная Кэшообразная вещь была Очень было много народу Который просто под метроном Играть не может Понимаешь? А у нас бэки как бы Забитые, четкие, ровные И если барабанщик От этой темы плывет Как бы Ну мы его точно Учить играть не будем Ровно, понимаешь? У нас концерты на носу Как бы, да Мы уже играем, выступаем Да, мы уже там Со шведами играли У нас там как бы Определенный Состаканившийся звук И тут мы, короче Барабанщика берем Который сыграть не может Один нам сказал Что нам надо клавишник взять Чтобы можно было Под него ровно играть Типа Мы такие, типа Братан Ты что за прикол То есть Ты играешь криво И мы ради этого Должны взять клавишника Который будет пытаться Попадать в тебя кривого Ну, какой смысл? Или там барабанщик Который руками в ноги Не попадают совершенно Это прям вот Самое обидное Вот эти Двойные такие удары Постоянно Это прям всегда бесило Вот Ира пришла, короче На репу прослушивания С еще одним парнем Там, который был Тоже барабанщик пришел Вот он начал играть Как бы Тоже плыл мимо метронома Просто разносить установку Было ощущение Что он ее убить Просто хочет Барабаны Потому что, ну, как бы Люди так не играют обычно Даже самые жесточайшие Барабанщики Так не лупят Ну, вот Палки расшибает Там все просто Просто щепки летят Мы с басистом стоим Что с ним не так-то, блин? Он хочет показать Насколько он жесткий Что ли, или что? Ну, то есть, как бы Мало того, что он Как бы партии не выучил Совершенно практически Да, то есть Мы полпесни с ним сыграли Остановили его и домой Отправили Потому что это прям Вообще было печально очень Вот То есть, как бы У нас была в голове Вот эта галочка Что, типа, человек Просто должен уметь Играть под метроном Просто играть ровно Да, там какие-то партии Какие-то новые приемы Например, выучить Там какие-то бласбиты Играть еще что-то Там какие-то супербыстрые бочки Ну, человек научится Но просто играть Ровно под метроном С определенными там техниками Которые у нас уже Использованы в записях Да Было бы супер Как бы, да А когда приходит человек Который даже под метроном Сыграть не может Ровно восьмыми нотками Там что-то прямо Это прямо было очень больно Мы это как бы Сразу Это, знаешь, как в винде Галочка, которую убрать Нельзя, короче, оставляли Вот И просто садится Ира Говорит Че сыграем? Мы такие, типа Ты нам скажи, че сыграем Мы-то, типа На тебе наушники На ноуте метроном Сейчас включим И погнали Она говорит Ну, я выучил вот это Вот это, вот это Вот это Там что-то Три или четыре песни, короче Которые мы ей дали В табулатурах Мы такие Ну, давай вот с этой начнем Типа врубаем Просто начинаем играть И оно звучит Мы такие Гитарист сначала такой Блин, ну девочка Типа девочка Я фиг его знает Это как-то это Мы с басистом такие Блин, на вырост Представь, что будет Если как бы просто Сам факт, что такой Жесткий метол Да, девочка будет играть Это же круто Просто круто Ну вот Мы просто с первого раза Сыграли песню Без грубля Ну там были какие-то помарки Да, там что-то где-то забылось Что-то где-то пропустилось Но Слышно было, что материал выучен Понимаешь, человек пришел на прослушание С выученным материалом Мы такие Ну вот И, короче, в результате Мы такие, типа Давай Ну, типа, репетиция Три часа Давай еще там что-нибудь Поучим Она говорит Ну я, типа, табы с собой Распечатанные взяла Человек говорит Пока перерыв Конспект себе напишу Типа, конструкцию песни Говорит, попробуем сыграть Ну вот Просто взяли песню Которую она, типа, не играла еще Да, совершенно Просто начали играть Она ее Ну, не то чтобы С первого раза Да, то есть Где-то какие-то, естественно Там, рисунки Что-то забыла Потому что песню она не играла И, как бы Она ее слышала, но не играла Да, как бы Просто сыграли Ну, то есть Когда ты за репетицию С людьми За одно проигрывание песни Учишь материал Ну, как бы Для нас это было шок Просто, типа Ну вот У Иры Потом такая же история Была в 16-м году Когда на сессион С нервозой Бразильской этой команды Где девчонки Трэш Метал Играют Турила тоже А не с Напалма Прям написал менеджер Сказал, что нужна Барабанщица в России Чтобы заменить их Барабанщицу Потому что ей визу Не дали, типа, в Россию Ну вот Ира за неделю Им скидывала видосы Как она играет их песни Чтобы они там Типа вот здесь поправь Там поправь, короче За неделю подготовилась И уехала в тур То есть первый концерт Был без репетиции вообще Они там на саундчеке Пару песен сыграли Такие, о, ништяк Вот Потом В поезде что-то ехали Когда в Москву Он говорит Ну просто У нас, типа, вот Еще одна песня есть в программе Но мы ее, типа, не играли Можем разучить Ира такая Ну давай Просто, типа, на коленках Прям там Трам-трам-трам Короче, да, что-то Звучили На саундчеке Ее три раза прогнали И просто в концертный сет вставили Все Понимаешь, как бы Вот это было Очень прикольно было слышать Когда вокалистка Нервоза Говорит со сцены Что, типа Вот, мы, типа, благодарны Там Нашим друзьям Ребята Мы там Вот нам Ира там Как назвали ее Там, да Типа, что вот Она заменила нам Барабанщицу нашу В российском туре Это вообще супер огонь Вот И народ такой рядом Мы стоим с Ириной ученицей И стоит чел рядом Такой Со своим другом Разговаривает И мы слышим Они же орут на концерте Там А, ты неправильно понял Надо просто в российском туре Заменять Мне какая русская Ты что Ну, это очень смешно было смотреть Когда чел подходил После концерта Уже в гримерке Какой-то Ну, там, типа Мит-эн-грид какой-то был у них Вот Заносят цветы Там Конфеты какие-то Да, такие вот эти Заносят там Девчонкам там Басистки Гитаристки Отдал, короче Вокалистка Которая басистка Вот И тоже к Ире подходит Я в этот момент Ире там Железо отдаю Короче, мы в чехол это убираем Все Вот Он там подходит Сэнкю, сэнкю Дает ей там цветы Короче, дает ей шоколадки Там какие-то конфеты Вот эту коробочку Такую Вот Ира такая Угу Типа, ну, спасибо Потому что руки заняты Там такая, типа Не может ничего там такого Убирает Вот И в этот момент Поворачивается и говорит Передай мне чайну Я этот момент Как бы Я эти глаза этого парня Никогда в жизни не забуду Вот Потому что он стоял просто В тупоре в таком Когда я говорю Сейчас передам Мы по-русски разговариваем Она разворачивается А он стоит У него синий экран Просто в голове Такой произошел Мы такие, типа Ира такая, типа Конфеты вернуть Типа Ну, типа По стёбу Ну, чувак Там реально просто подвис Это очень смешно было Организаторы в Питере Например, насколько я понял Мне Ира говорила То, что они не поверили Что Ира с ними не репала Ни разу Ну, типа Если ты просто Знаешь инструменты Умеешь на нём играть И как бы у тебя Нормально всё с памятью Ну, в чём проблема Это абсолютно нормально Сессионные музыканты Во всём мире так и делают Они очень быстро Учат материал Он есть этот Хейки Саари Который сейчас В Финтролле играет Да Он С Винтерсан катался Он с кем только не играл Там забей У него такое количество коллективов Есть Андрюха Ищенко Наш барабанщик Который в Арконе До недавнего времени играл Это вообще робот-машина Понимаешь Просто забей Это кошмар Он у нас на базе На нашей репл С группами У нас один раз Он там в 12 утра приходит В 12 ночи уходит Понимаешь Потому что у него подряд Репетиции С несколькими командами Материалы Типа запоминали Разучивали Я был лично На двух концертах Подряд За вечер и ночь Да Где Андрюха играл Четыре сета На одном концерте И три на другом По тетрадке Потому что это были Новогодние праздники И видать барабанщики Спились просто наглухо Ну типа Опохмел пати Вот эти знаешь Вот эти концерты Короче Вот Просто я приезжаю на концерт Андрюха играет Сет такой Я такой Ну мы знакомы были Я к нему поднимаюсь Говорю тебе помочь Собраться Типа он говорит Да я Я сейчас еще один играю Просто лист переворачивает Такой Ой не лист переворачивает Знаешь У него А4 такие тетрадки Один убирает Достает другой Раскрывает Такой сет Я такой просто Вот он специально Просил организаторов Собрать сет Из этих команд Из четырех Чтобы они друг за другом Ограли Чтобы ему удобнее Чтобы не собирать Не разбирать Короче сет Понял Ну вот И мне в этот момент Позвонили друзья Говорит Приезжай в другой клуб Мы типа у нас тут Свой концерт Типа го потусим Немножко Я говорю Ну ладно Сейчас приеду Я собирался Говорю домой Но все равно Заеду чисто Я подъезжаю Подъезжаю на такси Сзади меня подъезжает Еще одно такси Оттуда Андрюха выходит Я говорю Да ты гонишь Типа Он говорит Ну у меня еще три сета Я говорю Давай хотя бы что-нибудь Помогу Мне тебе жалко просто И у него потом Вконтакте читаешь Просто вот эти вот посты Я прям гордился Читал это Прям думаю Вот мужик вообще красавчик Который просто У него пишет Там за этот месяц Сыграно там Тридцать восемь репетиций Записано два альбома Тридцать девять песен Там сыграно там Двадцать концертов Я такой Ааааа Что Ну он как бы Сосионный музыкант Профессиональный Понимаешь Ну просто реально машина Просто робот Он еще играет Как бы очень четко Ну вот Как бы это Нас Ну как бы тогда Нас это очень сильно удивило Когда Ира пришла Начала играть И буквально там Как раз она Концерту готовилась Тоже там У нее по-моему неделя была К майскому концерту И в промежутке То что вот мы Сказали ей Что мы ее берем И в момент Когда играли концерт Нас подтвердили Как раз выступать С Норзером И с Чилдернов Бодом В тот момент Вот После этого Как бы состав Не менялся До конца Девятого года Когда мы на почве Наркоты И алкашки И всякой вот этой фигни Разругались Потому что меня задолбало Что ребята Очень сильно Как это Перебарщивают с этим Вот С составом техников Там С менеджером Который с нами Тоже гонял Как бы да Это у меня прям Ну когда ты приезжаешь Когда группа В уже неадекватном состоянии Да Что на концерте Что даже на репетициях Или просто у нас же на студии Это очень Ну как бы я понимал Все это их решение Но это мешало нам работать Понимаешь Потому что у нас деньги Даже денег Которые мы откладывали Для дел группы Они просто тратили их На развлечения Извини Я тебя перебью Поделюсь такой же Историей Помню Как-то я собрал Группу Как раз это было После операции Я в этот период Не мог играть на барабанах Я был гитаристом Вокалистом И мы нашли Драмера Начали готовить Программу Для концерта Все как бы было Ништяк И вот Настал тот день Концерта Мы подготовили все На сцене Уже Наш был саундчек Но к сожалению Почему-то не было Барабанщика В итоге Начался концерт Барабанщика Все еще нет Мне в итоге Пришлось садиться За барабаны И петь И как-то Повозить этот базар В итоге Мы дозвонились Этому Драмеру И он сказал Я просто заочковал Обдолбился И не поехал У нас была Такая история Как-то Я знакомых Ребят Меня спросили Это как раз Вот как раз Момент Девятого года Был Мы как раз Ездили в тур Там с Найтвиш Короче повидались В начале сентября Девятого года И как раз Вот буквально За некоторое время До этого скандала Нас Группа Одна репала У них короче Ну они такие Типа блин Тут Колебан приезжает А можешь помочь нам Типа ты у тебя там При любом знакомые есть Короче на разогрев попасть И говорю Изи сейчас спрошу Говорю напишу Позвоню Ну вот Пробили все Сделали им Короче их поставили На Колебан греть Все ништя Как бы ну Типа блин Респект уважуха Пацаны играют Там с Колебаном Круто Там еще знакомая группа Медула играла Вот И еще какая-то команда была Не помню Короче А Нет Название не помню Они там Children of Bodom Из Ростова-на-Дону Если кто-то знает То по-любому знает Персонажа Сережу Вот отличный парень Как бы Ну Просто Такой Странный Короче Но знаменитая Личность В Ростове-на-Дону Насколько я знаю Вот Он там Со своей командой Выступал Это чисто Children of Bodom Короче Такой Ростовского Разлива Ну в плане То что они Из Ростова Не в плане То что плохо Что они из Ростова А в плане Просто из Ростова Вот Потому что я знал Группу Допустим Children of Bodom Из Питера Питерского Разлива Такого Вот И У них Вокалист За неделю До концерта Сказал Что он уходит Из группы От него Пытались Добиться Ответа Почему Вот Он сказал Что я спросил У знакомой В клубе Который работает В кассе Что типа там Продана почти Косарь билетов А это в том клубе Это биток Он говорит Я типа Не готов Ну он честно Сказал Что типа Сыканул Прям совсем Потому что Это разогрев Это серьезное Как бы выступление Типа И короче Ему сказали Что не братан Как бы Ему Точнее Его мозги Сказали Что не братан Ты не готов Вот И мне пришлось За неделю До концерта Внимание Написать Какую нибудь Хотя бы лирику Потому что Тексты он им Естественно Не отдал Потому что Это его тексты Это его тексты Он их не отдал Вот это вот Сумасшествие какое-то Знаешь Вот это вот Пионерия Короче 29 уровня Это мои тексты Это мой шарф Это мой провод Я вам его не отдам Но тексты Это просто забей Вот И короче Просто там Тоже за неделю Я с ними До концерта К этому готовился И как раз Вот после этого Скандал Произошел Мы разбежались Просто Потому что Гитариста Выгнали Вообще Непонятно почему Я даже не узнал Я пришел на репетицию Как бы да Как обычно У нас очередь Из гитаристов стоит Потом мне сказали Что я с людьми Общался Договорился о прослушивании А на самом деле Я как бы вообще Не в курсе был С тех пор Меня как бы ЧСВ СВЧ Называли То что я Типа настолько Охреневший Что даже не знаю Что у нас прослушивание Типа Я просто приехал Я просто приехал На реабазу И стоят Чуваки с гитарами Я такой Типа А чё Чё происходит Ну вот Ну в результате Мы взяли Нового гитариста Который Как бы тоже Вполне себе Попал Во всю эту Колбасу И буквально Там через пару Недель Разругались Он сказал Что я пришел Играть материал Который Лёня пишет Поэтому как бы Я сниму И уйду Типа Потому что Мне сказали Что я уволен В результате Чуваки Сами себя Ликвидировали Грубо говоря По юридическим правам Ничего не было Оформлено Потому что Басист побоялся Подписывать договор На эту тему Всё осталось На мне Как бы И название И музыка Они хотели Типа название Оставить себе А музыку я мог забрать Я говорю Окей-окей-окей У меня-то в голове Всё было Что с ними Они просто Не в адекватном состоянии Всё это говорили Поэтому я Понял Что с ними Смысла разговаривать Нет Даже не понимают Что происходит Вообще Вот Ну и короче Просто Вот Оно В какой-то момент Затихло Парниша Лет 16 ему было Но он нам Начал выносить мозги И мы быстро С ним попрощались Вот Он с нами Какой-то концерт Под фанеру сыграл На каком-то корпоративе Там Чисто сделал вид И всё Больше мы Больше мы с ним Не работали Ну Потом был басист Который ему Крышу сорвало За один концерт Наглохо Он стал такой звездой Что нам с ним Было невозможно общаться Вот К концу лета Он забыл Как на басу играть Потому что Он был настолько крут Что он играл На басу дома Как бы занимался На басу дома Вот А оба его баса Весели на базе Мы такие Как бы На чём ты занимаешься Он пришёл играть на репе И мы просто такие Он вообще никуда не попадал Просто совсем Мы как бы ему сказали Братан Ещё раз И как бы до свидания Потому что Во-первых С тобой общаться стало невозможно Ну там просто У нас концерт Был в мае Мы сделали специально На майские праздники Бесплатный вход Как бы там Хренова гора народу Парниша первый раз Выступает на публику Больше чем на 5 человек Да он выходит на сцену Как бы у него руки трясутся Весь такой И край как на репе Всё то же самое Никакой разницы Вот У него видать Короче Как он только руку поднимает Зал орёт Короче да Крышка то И лопнула Короче У нас перерыв В середине сета Там что-то на 5-6 минут Короче да Там рожу умыть Обоссаться Сходить например Да Вот Просто Он Поднимается в гримёрку Падает на диван Такой закуривает У нас такой сидит Типа Я такой думаю Ни хрена себе Ну думаю ладно Может устал человек Вот Но после концерта Стало понятно Что никто из нас Там ни я Ни Ира Ни гитарист Короче Ни там Ребята которые с нами Просто не могут с ним разговаривать Он настолько крутой Что мы такие Типа Братан Ты чё Ну то есть он как бы совсем Поломанная психика Какая-то была Вот В результате мы с ним Распрощались довольно быстро Потому что он партии так и не доучил Он просто их сыграть уже не мог Понимаешь То есть человек настолько забил Заниматься играть на гитаре Что он простейших партий сыграть не мог Вот То есть как бы прям Это какое-то вообще странное ощущение было Я первый раз такое в жизни видел Что человеку крышку сорвало так быстро Вот Взяли потом там басиста тоже Можно сказать на вырос Сказали что типа Ну если хочешь Он нормально более-менее играл Но не вывозил до конца То есть мы с ним занимались Он как бы там Ездил к нам на базу Мы с ним постоянно там Что-то играли Занимались Запоминали партии То есть как бы Фактически взяли басиста Чтобы научить его играть Ну и потом просто Понятно стало Что ему больше интересно Именно непосредственно там Человеческое дружеское общение Да Чем на гитаре играть Как бы мы просто остались друзьями Потом Он сказал что я типа Не готов ехать в тур Спейн Это как раз там Десятый-одиннадцатый год был Вот Мы должны были в тур Спейн ехать Ну мы поехали Вот Короче В одиннадцатом году Мы съездили как раз Свели альбом В Финляндии Второй Как раз в мае Одиннадцатого года Мы съездили в тур Спейн И уже ездили как раз С знакомым басистом Парниша знакомый мой Хороший басист Как бы вокалист тоже Вот Мы с ним Ну давно уже знакомы были В основном как бы Изначально с ним Ира была знакома Просто так получилось Что мы с ним тоже Познакомились в какой-то момент Я потом им альбом еще продюсировал То есть ну как бы Нормальный чел Который я знал Что он просто придет и сыграет То есть как бы никаких проблем не будет Плюс как бы он считает Петра своим батей музыкальным фактически То есть для него это божество Невероятно Это отдельная история У меня даже видос про эту тему есть Как я угорал с этого вообще Представляете человек просто Тупо мы ему такие Костян привет Он такой что Я говорю в тур спейн поедешь Он а что Где когда Я выезжаю Просто забей То есть как бы Он даже не спрашивал Надо ли учить партии Потому что у него это само по себе Короче да там Он как бы Не было вопроса На тему того Что типа Он едет играть с нами Не просто Просто вот потусить да В тур А он что едет играть Он сразу это понял Ну вот Он съездил с нами в тур Мы ему предложили Типа блин круто Звучим нормально Хороший там С бэк вокалом Еще круто Типа может ты типа останешься Вообще он такой Нет у меня там своя группа В результате там Что там затихло все Я их в 14 году Помог им На разогрев тривиума В арене Москова попасть Они сыграли огромные Просто концерты Больше после этого не выступали Там видать крышак посорвало Всем кроме него и все Ну то есть короче Реально они после этого Не выступали больше Я такой типа Вы что пацаны Типа все же ништяк было То есть про них реально заговорили То что они там жахнули Там такой концерт Блин там Не знаю сколько тысяч человек Просто огромный зал Это просто кошмар Это огромная арена вообще Вот Просто чуваки пропали Понимаешь То есть они там Что-то вроде потом делали Там Ну все как-то Уныленько короче было Вот Потом с гитаристом Вот с этим Которого нашли Мы тоже на теме Алкашки поругались Там тоже скандал был Он тоже попытался развести Как можно больше говна Как обычно это бывает Знаешь При расставании Как будто с девушкой Короче да Там начинает Выливание грязей Всех друг на друга Мы просто промолчали Как обычно Потому что ну как бы Смысл Такое поведение Говорит о крепшей Какой-то психике Несостоявшемся Вот Я не знаю Как это назвать Личности какой-то Неустаканившейся Вот В результате Нашли Басиста с гитаристом Как раз в 12-м году Получается Мы У нас Был европейский тур Сначала зимой Потом был запланирован Нам предложили Внезапно Съездить в тур С Сабатоном По Канаде Мы такие Едем Ну вот Ну там как бы Понятное дело Что надо было денег Вложить Нам сказали Что типа Из-за того Что группа Которая должна была ехать Отвалилась Но на них уже все Типа оформлено Куплено Типа деньги все равно Пропадут Короче да Там за месяц Буквально до концерта Типа давайте Вы сыграете Но типа вам надо Типа оплатить себе Дорогу от Москвы Типа до Торонто По-моему Надо было лететь Я не помню И короче обратно Вот Но нам не дали визу Потому что Одна из 20 гостиниц Не прислала документы О том что у нас Букинг по нашим именам Прошел Типа нам сказали Типа До свидания Мне многие жаловали Что с Канадой Очень сложно По поводу концертов Туров договориться Я даже с Серегой Лазаревым Лазаревым Когда разговаривал Который аркона Гитарист Да он говорил Что чуть ли не 50% Финансов Короче организации Турова уходит На то чтобы документы Разрулить просто Вот именно Штаты и Канада Потому что ты едешь Типа с концертами Да то есть Израбатываешь бабки Это рабочий вид Это короче Забей там Просто взрыв мозгов Вот Но параллельно Там у нас еще Финский тур был Мы тоже съездили В Финляндию Короче И с этими гитаристами С басистами Стало понятно Что нам некомфортно То есть вроде Все нормально звучит Да но нам просто Некомфортно с ними Сосуществовать Как с музыкантами Людями Творческими единицами Как-то да Мы в какой-то Ну просто оно Наше само на нет Сошло И мы перестали общаться Даже просто Стало понятно Что мы не должны Играть в одной группе Вот И после этого Мы с Ирой взяли По-моему Такую паузу Забили на какое-то время Вообще на все То есть ну типа Ничего не делали Это Да И как раз Спустя какое-то время Мы познакомились С басистом У нас там был гитарист Который с нами Поиграл какое-то время Но так чисто знакомый был Такой типа Пофигу Вот Короче Познакомились с басистом Который Нет гоню Мы начали сначала Искать гитариста Ну вот Пришел парниш Такой модный Стильный Молодежный С челочкой Там со всеми делами Ну как бы наш ровесник Более-менее Там что-то лет Года на 3-4 Может помладше Вот Как бы нормальный Не 16 лет Не 15 Да Который еще Не понимает Что происходит Вот И Он же как раз Буквально Следом подтянул Макса За собой Басиста Короче С этим гитаристом Мы буквально Через полтора Там по-моему Года Расстались Потому что он Злоупотреблял Очень серьезно С алкоголем Вот И в тот момент У нас уже в школе Паша работал И это как раз там 15-16 год был Ну то есть мы уже Съездили в 14-м году В тур с ними В Такой И в 16-м году Как раз Паша Паша прислал Своё резюме Мы так орали С него Как будто Служебный роман Смотришь Короче Он прислал Своё резюме Типа Я гитарист Такой-то Играю Такими-то техниками Мы такие Просто приди Сыграй Вот это Все Не надо нам Вот эти тексты Короче Мы с тобой Работаем Уже Два года Что ли В школе Короче Он не был В составе Фиенда Никогда Но Он уже с нами Общался Мы в одной тарелке Варились Одни Все 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 Это делали Короче Присылать нам Резюме Говорю Паша Просто На партии И приди Сыграй Он пришел Сыграл Мы такие Ништяк Все Играем Ну вот И буквально Через несколько месяцев Мы с Пейном Опять играли В 16-м году Короче После этого Решили вообще Ничего не делать Пока альбом Не доделан Потому что Серьезный проект Долгий Короче Да Нас позвали Знакомый Томас Позвал Короче С туром С Вольфартом Поиграть Мы как раз Играли И после этого Концертов Пока не играли Потому что Во-первых Надо по аппарату Переподготовиться Это все слишком Ну во-первых Сложно Никто не расскажет Никто не покажет Это прям Самому все Приходилось изучать Там всякие Мониторинги Всякая Вот эта фигня Со светом Синхронизация Ну короче Куча всякого Непонятного Вот этого дерьма Которая пропасть Целая в сознании И ты не понимаешь Что с этим делать Новый год я провел Ты видел Как я написал Что я типа Мидиапротокол изучал Как башкой Гитарная управляется Компа Из проекта Чтобы Потому что Ну потому что Мне это интересно Ну вот и соответственно С 16-го года Состав ни разу не менялся То есть вот так вот Да у нас там были конфликты С Максом Там в 14-13 году Мы там где-то В районе года Наверное вообще Не виделись Не общались Вот Но там получилось так Что мы в 14-м году Поработали Или в 15-м В 15-м году по-моему Поработали На втором канале На Россия Один Который канал Да там это Шоу Как он назывался Хит Короче да Мы там познакомились С Клявером Который чай вдвоем А он оказался Лютейшим металюгой Не пропускающим Ни одного концерта Слепнота И Five Finger Dead Панч в Москве Но вот при этом Вот он на фоне Там рубает Короче всякие там Rock Metal Чисто А на передовой Вот он попсу Такой выпускает Вот И в 15-м году Просто мы с Максом Тоже перестали Перестали общаться С Никитой тоже Да на почве Вот это вот Злоупотребление Всякой дурью Которая как бы Ну то есть Алкашка там Всякая Нехорошая штука Да Вот Как бы тоже На этой теме поругались Но мы с Ирой не стали Ничего там такого Макс сказал просто Я не могу этого возить Типа с вами общаться Типа потому что Вы меня дергаете Постоянно на эту тему Типа идите в жопу Вот Через там год Буквально нам Начал звонить Клявер Он нас обратно собрал И мы просто такие сели Короче все вместе Ну втроем Короче Потому что Паша тогда еще не пришел Паша как раз там В конце 15-16 года Пришел Сели такие типа И стало понятно Что типа мы Соскучились Охренительно вообще Друг по другу То есть Очень хороший Приятный момент Такой был Что типа Это знаешь как будто Потерял брата Которого там Знаешь Много лет не видел Короче И тут нашел его То есть типа Такое знаешь было Ну вот То есть как бы С басистом То есть это за год Буквально произошло Все он понял Такой типа Говорит Я говорит Охренел Просто когда я С вами тогда начал Потому что там Получилось так Что Макс Кроме концертов Там типа В маленьких клубах Тоже там На 20 человек Не играл никогда А тут мы его взяли В группу И через там Месяц мы поехали Первый там Выездной концерт Небольшой сыграли Через полтора месяца После этого Мы сыграли Самый большой в истории Группой Сольник Где собрали там Четыре сотни человек По билетам Да там 407 что ли 412 было Битком просто Забили клуб А после этого Поехали в тур То есть для него И для гитариста Это было как знаешь Типа сбылась мечта Я попал в Супер крутую группу Да то есть ты просто Только пришел в группу И ты уже в тур уехал Понимаешь Для них это Для них это было Реально такой Взрыв Но как бы Надо было понимать Что кроме этого Там еще как бы Потняги Дофига Всякое разное надо делать То есть я то все Сделал тогда Но это был последний тур Который я нам организовывал Потому что я Рот шатал с людьми Договариваться общаться Потому что очень часто Там за тот тур Я в одном городе Поменял трех организаторов И два клуба Понимаешь Чтобы Причем это происходило Там за неделю За две до концертов Это кошмар Это невозможно Просто человек забыл Забить дату в клубе Понимаешь Просто забыл Вот Вот Это вот прям Это очень печально Я зарекся этим Вообще больше этим не заниматься Потому что Именно из-за этой причины Потому что я очень много Занимался менеджментом группы Непосредственно Я музыку переставил писать Просто совершенно То есть я как бы писал Но я удалял И у меня просто времени Не было на том Чтобы задуматься На тему Потому что я пытаюсь писать Не то что хочу Просто и все Ну вот И соответственно Вот с того времени У нас состав не менялся Да мы сейчас концертов не играем Но мы постоянно Во-первых Постоянно общаемся Во-вторых Как бы мы постоянно Занимаемся одним и тем же делом Ну вот То есть как бы Здесь больше это похоже на семью Это ребята Сами также об этом отзываются То что Типа Ну Можно посмотреть там Видосы Где Макс С Пашей сидят Разговаривают Я говорю Когда пришел Я говорю Охренел Мне показали демки А это уже почти Альбомные записи Типа демки Я привык Говорит Слышать их так Тут мне говорит Леня подходит Говорит Садись Я тебе расскажу О чем там Типа Вот это вот Все Зачем И в тот момент Я понял Что до этого Я музыкой Типа не занимался Я это со стороны Когда смотрел В его интервьюшке Вот такой Типа что Для меня это Само собой Разумеющимся Было А для человека Просто поменялось Сознание В этот момент Ну вот это Очень прикольно было Так что с тех пор Ничего и не менялось Толком Не ну я По-моему Это рассказывал Только не до этого Времени У меня есть видосы Типа Memories Которые на Фендерском канале Лежат Где я типа Рассказывал Именно Ну Более подробно То есть не так сжато Это считаю Сейчас было Сжато Прям Потому что там Говна пришлось Сожрать Хорошо Многих вещей Которые Хапнулись Знаешь Как бы даже Самому злейшему Врагу Хейтеру Ненавистнику Не пожелаешь Потому что Ну такое терпеть Это кошмар Это жесть вообще Особенно Наблюдение Когда В человеке Вот это вот Знаешь Страсть такая Типа вот это делать Это прям Угар Сейчас мы Короче запилим Вот это Вот это Вот это Вот этот костер В глазах Который горит Который постепенно У него гаснет Потому что Его не в ту сторону Занесло просто И все У нас был момент Когда к нам Возвращался Первый басист Который меня уволил Понял То есть даже такое было Мы с ним сыграли Два концерта Он после этого сказал Мы начали делать тур И он сказал Что это недостойно Его нервов и усилий То есть у него Как бы психика поменялась То есть он Как бы начал Как будто Не книжными терминами Разговаривать А как будто Ему там психолог Какой-то сказал Что типа Вот это Это твоё там Личное пространство Там знаешь Там типа нельзя Вот это вот Ну вот Он просто не вывез Короче по новой Но грубо говоря То что я помню Когда мы с ним начинали Когда он мне написал Типа давай делать И мы там встречались Первые разы Пробовали там что-то играть Вот эти вот Страсть такая в глазах Да Ее уже Когда к нам приходил По-моему 13 год был Что-то типа того Вот Вот этой страсти уже не было Я кстати забыл Ещё один гитарист был тоже Мы с ним тоже Ну как мы играли Но не успели Ничего толком сделать Какие-то концерты поиграли Мы с ним до сих пор знакомы Как бы периодически общаемся Абсолютно нормально Но он такой сказал Что типа говорит Я не понял зачем вообще был Вот Типа Было круто Но я не понял зачем Короче да То есть он забросил Вообще по-моему Всем Он сейчас звукорежиссур Насколько я знаю занимается Хороший парниша Ему зло прикольное Писал как бы да То есть там какие-то Мы не доделали короче То что он делал В результате Вот То есть он как бы такой Он изначально вообще Ко мне петь учиться пришёл Короче да То есть я его там научил Он там свои проекты делал А потом Говорит Я на гитаре играю Типа можно к вам Я такой давай Типа посмотрим Он пришёл сыграл Такой Ништяк То есть как бы Чёл очень такой Колоритный как бы Вот Много таких вот моментов было Которые В сжатом состоянии Сложно рассказать короче Да я тебя понял Хоть и история Как ты говоришь Была вкратце Но в принципе Всё понятно Давай вернёмся Немножечко назад Когда мы с тобой Начали общаться Ты как-то сказал Что преподавать Не планировал Это вышло всё спонтанно Тогда скажи пожалуйста Как и когда У тебя всё-таки Появилась та мысль Что ты готов преподавать И тем более Открыть школу Ну ты правильно сказал То что типа Я не собирался преподавать Как бы Не было такого решения Что я буду преподавать Это К этому решению Мне грубо говоря Люди привели Которые начали ко мне приходить Постоянно научиться Там что-то делать Вот Потому что Не было такого Что вот я сейчас буду преподавать Я же не собирался Как бы изначально Я точно так же Как там скримчики Гроулики Всякие да То есть я там Какие-то песни что-то пел Ко мне начали потом приходить люди Говорят Научи меня петь Вот как ты вот здесь вот поёшь Короче там На альбомной какой-то там Запись Или там на концертной какой-то Я говорю Был Я не понимаю Как ты это делаешь Как ты там делаешь Так высоко Как ты это пропеваешь Вот И соответственно Я всё это углублялся Изучал специально Потому что Во-первых Я учился изначально Сам для себя Мне было интересно Научиться петь Партии какие-то сложные Которые мне интересны Да Да там какие-то там Всякие Сойлворки Девинатаузенды Да И проще Как бы Да Я учился для себя Мне было Ну как бы Я не думал о том Что я Кому-то что-то буду объяснять И у меня будет Получаться это объяснять Понимаешь В чём беда Самая главная Потому что Типа Ну как бы Я Ну типа Разжёвываю до такой степени Что типа Понятно У людей получается Это потом стало Приходить осознание того Что Вот я объясняю И у людей получается Ну вот А как бы Со школой Просто мне так говорят Ну зови как-нибудь Типа Чтобы у тебя там Паблик какой-нибудь был Это уже потом Мы всё оформили Как бы Как это Юридически Да А так это Здесь Нету такого Что я такое Прямо вот решил И начал делать Типа Потому что я так решил Так решил И начал делать Это вот я наблюдаю Как наши Объявления Научим петь вас За один день Там типа Купите курсы Там на полгода Короче Вот это вот Тичь там Видео школы Всякие Которые Видео школу Я конечно Может быть Когда-нибудь Сделаю Я много раз говорил О том Что не хочу Этого делать Но чисто Не знаю что ли Что бы было Но невозможно Подогнать Ни видео на ютубе Ни видео школу Какой-то типа Курс Под то Чтобы она подошла Под каждого человека Это невозможно Вообще Поэтому Как я уже сказал И ничего не решал Просто Так получилось Это может звучать Конечно странно Но Тут я Затруднюсь ответить На такой вопрос Я уже много раз Говорил об этом Что типа Просто Вот 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 так вот А Ну я тебя понял А скажи тогда Когда уже Ты вот Поделился с тем Что готов Делиться своими Знаниями И обучать людей И Как быстро У тебя Пошло в гору Это дело Сарафанное радио Сарафанное радио Конечно Я не Не выпускал Никаких видосов До Одиннадцатого года До момента Когда Ну я выпустил Какие-то вроде там Татареллы Но я потом их удалил Потому что мне это не нравилось Как это выглядит Это просто кошмар был Ну вот Во-первых Я не умел говорить на камеру Я не мог говорить нормально Так как я это делаю сейчас Просто Ты типа Здравствуйте Вот эта вот Вонючая всякая Вот эта вот Туфта Чтобы это звучало Типа как на радио Ну вот Но логика в том Что Он в одиннадцатом году Просто студент пришел Говорит Помоги мне записать каверу Я говорю Я не знаю как Я говорю Я могу тебя записать Но даже свести Толком я тебя не смогу Я могу так чисто Типа накидать Приблизительно Здесь реверпчик Какой-то здесь делечек Я максквалайзером Немножко поярче сделать Может быть Вот Он говорит Ну я давай на мобилу Типа снимем параллельно Как делают обычно Я говорю Давай попробуем Вот И с того момента Начались видосы какие-то Потом в четырнадцатом году Я их перенес на основной канал Потому что понял Что на канале группы Они не нужны Потому что типа Что делают на канале группы Люди Которые смотрят моих учеников А не музыку моей группы Типа не думал о том Что это может как бы Куда-то развернуться Вообще совершенно Я выкладывал Потому что Ну прикольно было Там люди писали Вааа Прикольно Да то есть ништяк Там ученики Приходили какие-то Новые люди учиться Вот И это постепенно Развивалось таким образом Просто переросло в канал А видосы нормально Я начал пилить В шестнадцатом В семнадцатом году Обучалки какие-то Еще что-то такое делать А вот скажи пожалуйста Когда ты уже понял Что дело пошло в гору Ученики стали прибавляться Ты понимаешь Что тебя одного На всех тупо не хватит И тебе нужно Нанимать преподавателей Как проводился Отбор Преподавателей Подбор персонала Я знаю что Один из преподавателей Это Твой Ученик Который обучался У тебя С нуля Не один Все А Ну я по крайней мере Знаю только про одного Все Вообще все Потому что Логика в том Что все Кто работает в школе Преподают По моей методике Иначе Это Как это Знаешь Вот Я не знаю Ты идешь в Макдак Да А тебе заворачивают Суши Понял да Логику Ну то есть как бы Они преподают Абсолютно На моем языке Ну то есть как бы Своими словами На моем языке По моим По моим Методическим знаниям То есть у нас Проводятся семинары Между собой Мы обсуждаем Как вот это делается То есть мы занимаемся Между собой постоянно То есть ребята Сами Один с другим Обменивают информацию Это работает Как один организм Это не отдельные люди Которые просто Знаешь как вот Есть огромное количество Вот этих школ Да Где просто человек Который не занимается Самой музыкой Нанимает преподавателей По вокалу Просто 25 тысяч человек Да И вот они все там Просто работают И там у каждого Там знаешь По два ученика В неделю приходят И все То есть такого плана Здесь именно ребята Работают Которые строго Четко работают По методике Да у них есть там Свои знания Свои какие-то умения Они их применяют Но именно логика в том Что если допустим Один заболел Да То Просто грубо говоря Если человеку прям горит Очень надо позаниматься Прям вот ему очень хочется То его можно перевести В этот же день К другому преподавателю Который таким же языком Ему все будет объяснять И следить за ним Понимаешь в чем логика Это гораздо Логичней Это логично просто Что такая возможность есть То есть допустим Ко мне попадают Ребята Которые уже с определенным уровнем Умеют определенные вещи делать И я их тяну уже На совсем сложные Какие-то элементы Даже технически Именно Не просто бы там Петь песни какие-то Да В большинстве случаев Ко мне попадают люди Которые уже в принципе поют Как бы да То есть именно Как это знаешь У них есть свои коллективы Но у них нету возможности Механических Каких-то То есть они хотят там Петь какие-то там Высокие ноты Там какие-то скримы Гроулы делать Да То есть они уже Ну кто-то приходит не с нуля Кто-то приходит с минуса Кто-то у моих ребят Учится постепенно У нас там Один из учеников Который у Славы занимается Я не помню откуда Группа у них Вот Они Monsters of Rock Шатали в позапрошлом году Фестиваль европейский Крупный Там здоровенный У меня видос тоже вставлен Просто чувак там Валит вообще кошмар Ну вот как бы да То есть До такой степени То есть приходят люди Которые что-то подтянуть Что-то подправить Вот Ко мне приходят допустим От ребят Переводятся студенты Которые Определенным уровнем Умеют Что-то делать Да И уже Умеют Ну как бы Начали пропевать По технологии Которые я закладывал Да То есть сначала развивается Вся механика Да А потом человек начинает Петь песни Потому что Ну он не боится просто тупо Потому что он умеет делать Все что в этой песне есть Поэтому ему не страшно Высокие ноты Там скрим играл Неважно что ему надо Ну вот За счет этого Как бы Получается отсутствие Вот этого вот Упора наработанного Когда человек там Типа заучивал Какой-то песни У него там высокая нота Как-то не получалось Он ее тупо боится теперь Вот А когда ты человеку развиваешь У него сверху У над этой нотой еще октава есть Он эту ноту перестает бояться Потому что А что ее бояться У тебя там сверху Еще Две струны Грубо говоря Вот И Соответственно Ко мне Когда приходят ребята Уже Подтягивают Сложные какие-то Технические элементы Они это сразу же В основном Применяют В своей работе То есть Как бы Допустим Они там Кавер-бенд какой-нибудь Или свои коллективы Которые там Миша Калинин скидывает Короче Что он там Си второй октавы Короче шмаряет На альбоме Короче такой Я говорю Ты охренел что ли совсем Он говорит Да Я говорю Там Си или ля По-моему Ля либо си Ну короче Высоко Это уже там Наши Как бы Нормальные Адекватные ноты Но все равно Даже при условии того Что я это умею делать Ля си Это высоко Это прям очень высоко Для мужского диапазона Это прям Совсем Такое Вот Но он такой Говорит Рассказывал мне историю Говорит Я прихожу на студию Такой пишу Короче хоп Спел эту ноту Короче Звукаешь Такой Ништяк Типа Вообще огонь Он говорит Ну давай дубль Говорит А ты сможешь Типа Вдруг случайно получилось Он говорит А в смысле Ну смогу Просто три дубля Пишет Короче одинаково Ну типа Потому что Потому что Просто мышцы умеют Понимаешь Это знаешь как Вот человек просто бегает Там да сколько там 15 км в час Да скорость Бега например Да не знаю точно Вот А есть Гепард Который там 120 бегает Да Так вот логика в том Что просто тупо бегая Не понимая как бегать Ты не начнешь бегать как гепард Понятное дело Что ты не гепард Сам по себе Да Но логика в том Что типа Распетый не распетый Например да Ты вот бегал медленно Потом внезапно начал бегать В 10 раз быстрее Ну так не будет Понимаешь да Ну то есть Здесь такая же фигня То есть человек Когда Механика развита Ему не страшно делать Что-то Что кажется Грубо говоря Обычному слушателю Запредельным Для него это обыденность Обыкновенная Многие вещи И вот соответственно Я точно так же Когда парни Сознал А кто у вас Гроулиц Кримит с такими глазами Типа Для меня это абсолютно Для меня это было Удивительно Слышать от него Такой вопрос Потому что Мне всегда казалось Что я ничего особенного Не делаю Просто понимаешь Собственно как и сейчас Я просто делаю то Что мне нравится Ну Нет то есть Никогда не считал Никогда не говорил Что типа я там Какое-то вокальное божество Я пою лучше всех А все остальное говно У людей в сознании Такое как рождается Я не знаю Я никогда такого не говорил Потому что Я просто делал то Что мне нравится Понимаешь Вот это Самая главная беда То есть когда Человек слушает Начало предложений И не дослушает его До конца совершенно Это просто Ну я Бесполезный Так что Как-то да И преподаватели Соответственно набирались Они именно Как бы даже Если это мой студент Как бы да То есть приходили ребята Которые Доучивались Как бы да Для того чтобы заниматься Допустим Да Потому что они что-то умели Но не так как это надо Для того чтобы у нас работать Типа Понял Вот И соответственно Они проходят Если им реально надо Они доучиваются Да Доделают Учатся делать все Что нужно Да Для того чтобы Они могли показать То же что я могу показать Понимаешь Ну вот И в результате Просто получается Такой Наш Колонированный Такой отряд Который Как бы Каждый может Взаимозаменяем Какие-то вещи сделать Вот И за счет этого Как раз Очень часто Отсеиваются люди Говорят Преподают там Экстрим вокал Типа Можно к вам устроиться Буквально недавно Парень присылал Какой-то мне Ира пересылала Ну как бы Что он там преподает Потому что он Рычит лютейше На связках там Так что как бы Минус рот вообще Это как бы Это отдельная тема Ну вот Ему сразу сказали Что Братиш Ну для того Чтобы у нас работать Во-первых Тебе надо там Показать записи Это мы сейчас С тобой опускаем То что записи Мы послушали Как бы Это было больно То есть ты слушаешь Тебя прям горло дерет От того что ты слышишь Вот Ему сказали Что для того Чтобы типа работать Там Понятное дело Что он должен там Уметь вот это Вот это Это типа галочка такая Да Тебе придется пройти Методический курс И как бы Обучиться делать Определенные вещи Которые нужно делать Уметь у нас На что он сказал Не-не-не Мне это не интересно То есть типа Знаешь Подписаться под бренд Это я за всегда А вот соответствовать бренду Нет И это очень часто бывает Когда приходят люди Такие вот там Я там преподаватель Хочу у вас Там работать Типа Хорошо Не вопрос Мы можем тебе Как бы организовать Но Методические данные Знания Чтобы вот Ну чтобы соответствие было Понимаешь Иначе это Ну это как Как это назвать Это Франшиза называется Да Когда вот такие вот вещи Вот Франшиза дается тогда Когда качество Соответствует оригиналу Когда этого нет Сорян И люди не готовы Просто Как бы просто Ну подтянуться Немножко за Возможностью Да Они просто сопротивляются И отказываются Из-за этого Как бы Реально собрался народ Который Шарит Понимаешь В том что делает Вот именно Как бы И между собой Может как-то Обмениваться Всей этой информацией Вот Точно так же Когда ты там Допустим Наши Все ребята Все Да То есть допустим Я например Есть группа Мунсоров Я обожаю их Вот Саму группу Я просто обожаю Обожаю их Музло Обожаю то Как у них Сделано Сказка там Была сбита И все Вот это вот Средневековье Ты начинаешь их слушать У тебя сразу В руке весло В другой топор Короче на голове Шлем Вот это вот Ты плывешь Грабить очередную деревню Там Знаешь Такого плана Или приносишь Жертву Какого-нибудь оленя Там Что-нибудь такое Знаешь Такого плана Лесной металл Я это так называю Деревня металл Вот Короче да То есть Ну Типа то что мне нравится Да Но с точки зрения Допустим Слушателя Я обожаю это Да Я даже там Гитарные партики Их смотрел Хотя я ковера не люблю делать Просто делаю их Если вот сделал Сделал Я вот просто слышу Прикольную мелодию Блин Интересно как они это сделали Я посмотрел Такой А Прикольно Так я поиграю Ну то есть Чтобы полностью песню Разучивать Не Такого никогда не было И соответственно Когда Если вот Именно с точки зрения Музыкальности Да Такой Я послушал Ништяк Но вот Именно с точки зрения Преподавателя по вокалу Петь так как это Их вокалист делать Я бы сказал Что это как бы Не стоит так делать Потому что От горла Останется труха Что собственно Он как бы Прекрасно доказывает Что от горла Останется труха Вокалиста Мономарт Который я думал Что тоже сын Тора Там у него Железобетонные связки Неубиваемые Да Которые там Не страдают Хотя он рычит на связках Просто лютейше Просто люто Я обожаю Мономар Гитарные партии Мелодии Вот эту атмосферу Если ты начинаешь тонуть Подними повыше топор Вот эта наша тема Но с точки зрения Вокальных дел Я бы не советовал так петь Потому что ты раздерешь горло То есть я разделяю В своей голове Нравится Не нравится И стоит Не стоит делать Именно с точки зрения Музыкальной деятельности Потому что Многие вот это вот Воспринимают Как будто я говорю Что он говно То есть я как бы Говорю что Я обожаю эту группу Но говорю что Так делать не стоит Потому что Ну просто у тебя так же Будет как у него Я тоже думал что он бессмертный Но потом По-моему в шестнадцатом году Он сорвал себе голос Наглухо И они полгода туров Отменили из-за этого Понимаешь Как бы кому нравится Срывать голос Голос там Горло срывать Ну типа Это ни разу не прикольно Ты вот говоришь Там на барабанах Не играл год Да там травма Что-нибудь там такое было Да там операция Да была операция Вот Ну и как бы Прикольно тебе было Год не играть Как бы Ну тут проблема в том Что Да не очень Ни разу не прикольно Я и говорю что Типа прикольно тебе было Не играть Сарказм Вот Логика в том что Типа допустим На барабанах ты играешь Даже если ты криво играешь Ты там можешь кисть Там тебе раздолбить Там все дела Там кисти Там суставы Там у многих там Барабанщиков Там всякие проблемы возникают Он сам сейчас лечится У него там с кистью Какая-то беда Рассыпался сустав Вообще в труху По-моему Насколько я понял Это ютубный барабанщик Он тоже страдает Там кошмар вообще Вот Этот как его У барабанщика Рашамбы По-моему Какие-то проблемы были Тоже Мы с ним знакомы Тоже общаемся Он тоже рассказывал Как это тоже с кистью Какая-то беда была То есть грубо говоря Это то что Не заменяется Это внутри Как бы твоего организма Происходит На барабанах ты играешь Ты можешь поменять тарелки Ты можешь поменять пластики Ты можешь поменять палки Ты можешь их поломать Вообще наглухо Вот А со связками Это не канает Они не меняются Невозможно поменять Взять другой медиатор Невозможно взять Поставить другие струны Ты либо их угробил Либо как бы Стараешься не угробить Динамическая нагрузка Все равно есть Как бы да Какая-то определенная Но когда ты делаешь Все буквально Ну грубо говоря Правильно Да Именно Ну типа нормально То нагрузка адекватная Когда ты делаешь это Неправильно Типа да Что-то там Поешь кричишь Не важно да У тебя динамическая нагрузка Возрастает И соответственно В какой-то момент Связки просто могут не выдержать Они могут не выдержать И обычную нагрузку Просто потому что Сами по себе Слабые от природы Да То есть это уже Природные данные какие-то Но если ты все правильно делаешь У тебя все равно Как бы Запас прочности Будет больше Чем когда ты просто Горланишь Как псих И просто Под конец Тура такой А что это было Это был гроул Да То есть как бы Когда уже вообще Ничего не работает Такое же бывает Я же думаю Ты слышал Как вокалисты Голоса срывают Вот приблизительно Такая разница Ну то есть Вот это вот разница Когда Грубо говоря Нравится не нравится И типа Стоит не стоит Типа делать Да То есть Я точно так знаешь Как могу сказать Что Хэтвилд Охренительно ровно Играет на гитаре Да И как бы Мне всегда нравилось Как Кирк звучал Например Да там На старых альбомах На старых концертах Но сейчас Но сейчас Кирк играет криво Потому что Он вообще По-моему Забил на гитаре Заниматься То есть Я обожаю Смотреть концерты Металлики Да Но я сейчас Слышу Объективно Слышу То что Звукачи На записях Концертах Кирка Убирают По громкости Потому что Он мимо Хреначит Постоянно Это вот К вопросу Я смотрю С музыкальной стороны Что это Объективный факт Что он мимо Играет Криво Но он в металлике Играет Он по барабану Криво Не криво Там мимо Нот Вообще Насрать Он в металлике Он уже Как бы У него все уже есть Как Ларс сказал Если мы будем Так дальше продолжать Станем профессионалами Вот Короче Да То есть Это объективный факт Но мне нравится Металлику Смотреть концерт Именно концерты Я обожаю Как чуваки В живую звучат Просто записи Я их почти не слушаю Только концерты Вот То есть Как бы Вот эти вот Две вещи Знаешь Как бы разных Таких Но при этом Кир криво играет Ну как бы Да он не попадает Музыкально То есть От этого Никто не страдает У тебя уши не отрывает Когда он играет криво Понимаешь Ты слышишь Что это криво Да Типа Не очень Да На такого Что тебе там уши сорвет Да Или там Он себе руку сломает Когда будет играть криво Такого не будет Он просто играет криво Понимаешь Просто криво Нету такого Что он себе там Реально переломает пальцы Руки ноги И вообще играть не сможет Он просто криво играет Понял да Логику О чем я говорю Ну вот, это такая вещь, которая Лажает, зато красиво Ну, не всегда это красиво бывает Потому что у него половина нот пропускается Очень часто, знаешь, когда смотришь Именно логика в том, что Я обожаю смотреть их концерты Но слышно, что криво Но именно с точки зрения, допустим Если к вокалу относиться То, что он криво что-то делает В вокале ты тоже можешь не попадать по нотам Но ты от того, что не попадаешь по нотам Ты горло себе не уничтожишь в труху, понимаешь? А ты можешь просто криво что-то делать Да, но при этом даже попадать по нотам И в какой-то момент Тое горло перестанет попадать по этим нотам Потому что не сможет воспроизводить звуки Которые могут в эти ноты попасть, понял? Ну, типа, как-то так Вот, поэтому с преподавателями Как раз вот такая вот Четкая тема, чтобы все В одинаковой схеме работали У вас сейчас в общей сложности Получается иметь с собой 19 преподавателей Я это высчитал на сайте Это так или, может быть, там устарела информация? Ну, я точно так не посчитаю Я могу сказать, сколько у нас в чате Народу стоит Да, 19 получается Я почитал, что у вас там 15 преподавателей По вокалу Как по экстрим, так и по обычному Также там Ира преподает барабаны Еще совмещает уроки по клавишам У вас есть препод по режиссуре Есть по гитаре Есть те, которые совмещают Типа преподает и вокал Еще там монтаж, сведение и так далее А если у вас в перспективе Расширить свои вакансии Ну, типа Отдельный там препод по сведению Или препод по монтажу Или, может, там какая-то другая дисциплина Планируется Ну, это не очень востребованная вещь Мне кажется Если бы была необходимость У нас был момент, когда мы запускали Такую возможность, что там можно Человека зацепиться, который будет учить Это не востребовано Так как, грубо говоря, другие вещи То есть не всем интересно монтировать видео Уметь записывать У нас работают координаторы Которые наши отдельные люди Которые работают как координаторы Которые занимаются расписанием школы Как бы отдельно По пятерке преподавателей у них, грубо говоря, сидит Они там распределяют занятия учеников Записывают на занятия и прочее То есть это вот такие вот планы Вот Поэтому здесь с монтажом видео Это тоже такое Опять же нужно искать Чтобы, грубо говоря Я же не рассказываю О монтаже видео, понимаешь, на канале Я могу об этом рассказать Но, как бы, кому это будет интересно Даже если Ну, как бы, люди не посчитают Что это им нужно Типа Да, те, кому это нужно Могут посмотреть гайды Макинона И научиться монтировать Там нету такого, что ты можешь себе пальцы переломать Когда будешь монтировать видос, понимаешь Также со звукорежиссурой Ты можешь, конечно, себе уши угробить Если будешь что-нибудь Очень сильно перегруженное какое-нибудь слушать Но это маловероятно, опять же Вот То есть, как бы, такое, конечно, возможно Но если будет потребность Мы же понимаем, что люди спрашивают Они же пишут, спрашивают Вот Может быть, когда-нибудь что-нибудь такое будет Это, опять же Я же не загадываю Я же не загадывал, что будет 15 человек Вот так вот Как бы Поэтому в какой-то момент оно может появиться Отлично Я тебя понял Спасибо Вот у меня еще есть такой вопрос Который, так сказать У меня в голове Крутится на протяжении всего времени Сколько я смотрю твои ролики Где ты делаешь различные обзоры По всяким различным девайсам Типа Это примочка такая-то Она делает то-то Это шнур такой-то А вот это такой-то Вот такая у нас сегодня в гостях Гитара То есть У тебя столько аппаратуры Исходя из всех роликов, которые я пересмотрел У тебя, наверное, дома там музей какой-то Нет, понимаешь Как бы очень много вещей Как, например, те же самые гитары Приезжают ко мне просто на обзор То есть, допустим Вот у меня сейчас на втором этаже Там у меня в гардеробе лежат Сколько там получается Восемь гитар Две басухи Гитара гитариста Диммл Бургер Потом Арченами Потом Кирка гитара Как раз у White Zombie лежит И Lamb of God Гитариста Гитара лежит Потом лежит Я уже сделал на нее обзор Это семиструнный корт был Который мультимензурка И мультимензурная акустика Корт лежит Да, ну как бы Что мне с этими гитарами делать? Солить их, что ли? Я чисто как эндорсер Как артист компании Просто отрабатываю свое звание Можно сказать так, да Просто делая приятное Сам, опять же, изучая Разницу в инструментах Да, делая обзоры Я сам же учусь, естественно Слышу, смотрю Че как сделано Че из чего сделано Как бывает вообще Потому что я когда Как бы некоторые вещи Допустим Была гитара этого Баритон подписная Breaking Benjamin Да У нее вот это У нее форма и клипс Обычный И вот этот как его Не-не-не-не Лиспол Да У Лиспола обычно сверху Здесь трючка переключателя А на ней его нет И я такой А как переключать А у нее оказалось так Что у нее ручка громкости Ручка тона А посередине Вот этот переключатель Вместо вот обычной Лисполовской Крутиль Ротори Ротори Свитч называется Эта штука То есть не такой Тик-тик-тик Да А именно По кругу Чик-чик-чик Вот так вот Я такой А я не знал Что такое бывает Понимаешь Вот это реально прикольно Посмотри на эту гитару Я такой просто Кого? Например узнал Что у Хэтфилда Манера ставить Выключатель громкости Громкости Ближе к выходу джека Потому что так На Лисполах делают На гибсонах Вот у нее такая манера То есть ты берешь Любую гитару Хэтфилда У нее даже переключатель Который вот здесь На его эклипсе На подписном Кросс Как он называется Не помню Айрон кросс Да вот этот переключатель Ничем не подключен Там проводов внутри нет Он есть Но он ничего не переключает Переключатель стоит Рядом с этими С крутилками Короче Его Snakebite У них громкость У них две крутилки Один переключатель Да Типа две громкости Типа Bridge Neck И переключатель Между ними Причем Бриджевая громкость Она ближе к джеку Прям вот Далеко на гитаре Не близко Как обычно Да А далеко В другой стороне То есть вот так вот Вот эти вот вещи Да Я изучаю Соответственно У меня там У меня своих Гитар Именно вот Именно брать Которые я постоянно Использую Рабочие Да Это вот Эклипс мой тысячный Вот этот вот На котором Подписные мои Эти Берсерки стоят Да Вот У меня Этот семиструнный Самая дешевая Семиструнка Которая У ЛТД Есть Там она Что-то 17 тысяч Стоило Когда я себе взял Специально Чисто прокачать И поставить У нее активные Звучки И Этот как Локовые колки Чисто То есть Как бы Дешевая гитара Просто ради того Чтобы Попробовать Играть на семиструне В результате чего Родилась идея Кастом Потом сделать Вот И Кобовский Бас Подписной Это Три рабочих Моих инструмента Основных Понятное дело Там есть Бузуки Есть Там Мандолина Пимаки Флейты Вот у меня Гусли От мира Гусли Наших ребят Лежат Вот они Вот их Здесь видно Вот там Флейты У меня сзади Там выше Есть еще Вот На камере Здесь не так Вот оно Вот 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 Но это я не тебе В смысле Я вот в камеру Показываю Которая у меня Вот тут вот стоит Вот А ну и Акустика Которая моя Читай Основной Рабочий инструмент Это Мэйтон Микфикс Который Мне тоже там Прислали Под рекламу Короче Специально То есть это Акустика Которую ты берешь В руки Начинаешь на ней играть Она звучит Как будто ты Американский Голливудский Фильм какой-то Смотришь Мелодраму какую-то Где саундтреком Акустика играет Потому что Звук просто Я когда ее в руки взял Я охренел просто Это знаешь Это детский шок Когда ты Каждый раз Ее в руки берешь И просто В смысле Ну потому что Она сразу звучит Понимаешь Мало того Что у нее как бы Система сделана Такая Что ты в нее Кабель втыкаешь И тебе не надо Ее снаружи С микрофона писать У нее внутри Встроенные микрофоны Пиза И они балансятся Между собой Там просто взрыв башки Какой звук получается Я когда это слушаю У меня в голове Это плохо укладывается Что это мое Понимаешь Что это у меня есть Я до сих пор в это не верю У меня гитара полгода Уже в работе И я до сих пор не верю Что она моя Вот И это вот Именно с точки зрения Основного Ну именно гитарного оборудования Да у меня там есть Вот там Шура 77B Вот это стоит Там Альфа союзовская Которая для видосов Для основного канала Да Есть Ламповый союзовский микрофон То есть Все в единичном экземпляре Нету такого Что у меня 25 тысяч гитар Которые я не знаю Что с ними делать Солить их что ли То есть Как бы вот у меня На видосе В камере Видно допустим Вот этот вот девайс Видишь там Дергается Да я его Чисто за 40 баксов С Томана заказал Потому что Хотелось Чтобы когда я видосы снимаю У меня было красивенько Чтобы дергалось Вот так вот на фоне Понял Просто Ну блин 40 баксов Я просто не удержался Реально Вот 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 это вот На камере Вот Это боевая подруга моя Которая вроде как жива еще Это Shure 55H Я им уже не пользуюсь Я буду наверное Какой-нибудь новый себе Брать концертный Микрофон Но он со мной Очень много туров проехал Вот Его несколько раз убивали Выдергивали из него Мозги прям С самой капсули Прям вместе с проводами Вот так вот В XLR вынимали Без выщелкивания Просто Вот так вот прям Капсуль на месте Все провода вылетели Нахрен Ну то есть как бы Многострадальный микрофон Ну короче Неаккуратные люди Это такое Вот Ну и как бы Ну Да у меня стоит Концертная консоль Наша 32-канальная То есть 16 каналов Пульт стоит здесь И 16 каналов Ее Как это Расширитель В барабанной комнате Стоит Да Вот Ну грубо говоря Получается что Дальше идет У меня здесь Если прям по списку Смотреть Басовая голова Геди Ли Которая С ансамп Эти Тех 21 фирма Которые делают После этого Наш АМТшный Стоунхэт Плоский вот этот Вот стоит После этого Компрессор с преампом Стоят Которые у меня Ну я их на самом деле Продаю Потому что они Мне под голос Не подошли Вот Но Я ими пользуюсь Сейчас для записи Гитары с микрофонов Именно с кабинета Ну вот После этого Здесь у меня Вот на камере Видно Да видно Снизу здесь стоит Нашего отечественного Производства Преамп От дяди Миши Короче Лонг Это войсмастер Короче Специально для Союзовского лампового Микрофона Они идеально между собой Работают Прям вообще Огонь Здесь дальше стоит Дешевый Линейный пульт Просто для того Чтобы я мог Мониторить гитары И все дела Короче Не через компьютер Да То есть железо Туда заводить Звук Да Чтобы Не надо было Включать проект И через Пропускать Потому что Цифровое Все Да То есть с этой стороны Стоит Вот Дальше стоит Просто распределитель Для наушников Просто Ну как Преамбль для наушников Чтобы много В разные стороны То есть у меня Одни наушники Вот здесь вот Видишь да Проводок висит Это Они подключены туда Потом Вот это там Тени видно Уже На камере видно Кабель идет Которые Основные наушники В которых я в основном Что-то там свожу Что-то записываю Короче да То есть инструменты Какие-то да Не считая вокала Потому что Метроном все дела Лезет Дальше идет как раз Провод Который вот сюда приходит И дальше два кабеля Которые в вокальный бокс Уходят Вот И соответственно Как бы Миди клау Два монитора Кап симулятор Пангея АМТшная И вот здесь вот С этой стороны Стоят Двухканальный преамп Для вот этого микрофона Для микрофона Который вот наверху Над камерой Висит у меня Который Который для видосов И звуковуха С ее расширителем На ну грубо говоря В общей сложности 8 плюс 8 Получается каналов Вот Сюда можно добавить Только гитарный кабинет С двумя микрофонами Которые туда же заводятся Просто У меня в вокальном боксе Стоит пока Ну вот И на этом все Ну это у меня У меня есть же видосы Где я показывал Что где как расположено То есть Там Не такое То есть вот Вот это то что Грубо говоря Там мне привезли Какой-то пульт Да нахрена он мне То есть я как бы В нем разберусь Сделаю на него обзор Да Покажу как он работает Потому что я понимаю Как пульты работают Приблизительно Да То есть мне надо его Немножко изучить Показать У меня есть видосы Сложные Где я делал обзоры На напольные мониторы Ты думаешь Мне дома Напольные мониторы валяются Нет Я конечно может быть Когда-нибудь себе И кину на пол Напольный монитор Чисто по приколу Под стол например Да Чтобы когда ты Не знаю В GTA играешь Чтобы тебя когда-то там Врезаешься Чтобы тебя откидывало Просто нахрен Ну как бы Смысл какой Да то есть Допустим Напольный монитор Приезжали пульты Там маки Вот эти вот Микрофоны Не Я их обратно Возвращаю все То есть они приезжают Чисто на обзор Потому что мы так договорились Ну вот Если мне что-то надо То мы договариваемся Что мне что-то надо И я там делаю Обзоры на интересное Мне оборудование Например Да То есть такого плана Вещи бывают Нету такого Что мне просто Все что ты видишь У меня видосов Все у меня остается Куда я это девать буду Солить что ли Чисто Солю пульты Не Но у тебя все-таки Дом Места наверное много Ну или Мало ли ты как Манякин Он же собирает Малые барабаны Я думал Ты тоже там Собираешь всякие девайсы Может там какой-то Музей планируешь сделать Не ну это Как бы опять же Зависит от того Что тебе нужно То есть Малые тоже можно У Иры тоже два малых Один старый лежит А другой тот Который с новой установкой Приехал в комплекте Да у нее есть еще один Старый тамовский Но он вообще Яйцевидные формы уже Потому что он Столько туров проехал Его там повело В морозы короче Где мы в Польше По Европе катались Сначала Польша Там Чехия Туда короче В ту сторону И мы по морозам По лютейшим катались И Ира для того Чтобы сэкономить Немножко Место в багаже Таскала его Таскала его в такой Наши вязаные сумки Короче Его повело Нахрен Под конец тура Вот так вот просто То есть малый Который вот такой вот формы Знаешь Полупрямоугольный Короче получился Вот так вот Нету такого Что типа Просто ради того Чтобы было Понимаешь Вот мне сейчас сделают гитару Которая мне нужна Для работы одна Точнее как Она уже сделана Она просто сейчас Приехать не может Потому что праздники Все в говниче валяются Ну отключая таможню Вот Там кастом гитара Там семиструнный Мультимензурный Эксплорер Да Ольха Клен Черное дерево Да Фокиновские Берсерки Подписные мои Семиструнные Специально сделанные Закрытые Короче Звучки И пьезодатчик Прям не гитара А пушка Вот все что мне надо Для счастья Понимаешь Как бы Нет может быть Конечно было бы прикольно Да там иметь Например семиструнную Акустическую гитару В таком же Ну типа Вот под такой же строй Чтобы была Для работы Для именно Фьендерской работы Вот А иметь такое количество Пультов Мне когда что-то надо Допустим Вот у Иры стоит Да То есть Дополнительно можно Но он стоит Как бы Это не обзорный Даже девайс Приехал маленький По-моему Он с 6 То ли 8-канальный Маленький Такой Беринджер Пультик Знаешь такой серенький Вот Потому что у нее Получается Что приходит стереопара Мониторная с пульта С основного Через который она играет Когда в наушниках Занимается на барабанах Проходит стереопара С ее компа И еще одна стереопара С телефона Который специально Там присоска Ну типа Миниджек Соска висит Короче За барабанами Где она просто Может с телефона Си метроном В наушники Вывести в этот пультик Вот как бы Нужен был пультик Мы его себе взяли Как бы да То есть купили там Он стоит там 5-6 тысяч Короче да Чтобы Ну она типа Могла между Тремя каналами Фактически это делать Ну то есть Так вот То есть Все по необходимости Никакого Тупого Расходования Этого никогда Не было И мне нет смысла Потому что Понимаешь Когда я Допустим Меня калит То что я давно Не играл На этом Хотя нет Гоню Позавчера Играл У меня есть Укулеле бас Вот как бы У меня есть Про нее видос Это просто Очень необычный Инструмент Вот прям Максимально Необычный инструмент У меня есть Катон Который специально Сделан Внимание Не просто Потому что Он был Да У меня есть Обзор на него Есть там Записанный Там записанный Как бы В треке Специально Даже В демонстрационном Это если Реакция По моему На новый клип Уна Little Big Там в начале Как раз Его реклама Встроена Вот Эта штука Сделана На заказ Специально Под мой строй Под нужную Мне тональность Потому что Я собираюсь Ее использовать Точнее Я уже использовал Ее в треках Которые на альбоме Сыграны В этой тональности То есть Это не просто Инструмент Он рабочий Инструмент Точно так же Как у меня Допустим Бузуки Мандолина Банжо Этот Как его Сигарбокс Настроены В нашем Строю В дроп Ля диезе Только там Квинта Кварта Квинта Они по 4 струны Настроены Таким образом Квинта Кварта Квинта Вот Таким вот образом Оно все И сидит То есть Они все Рабочие То есть Банжо Я недавно В трек записывал Там Очень нужно было Я не мог понять На каком инструменте Сыграть Когда взял руки Банжо Понял Что это Вот оно Здесь То есть Она постоянно Все работает А для того Чтобы просто Там Знаешь Она валялась Не вижу смысла У меня даже У меня Калит то Что у меня Лежит один Микрофон Этот Карандаш Который Типа Ну Конденсаторный Для там Барабанов Что я его поставить Не могу У меня стойки Нету Я хочу поставить Его специально Писать отдельно Хэт Второй У него Один с десятой С этой стороны Как обычно Второй Еще с этой стороны Есть Я не могу Его туда поставить Потому что Стойки нет Жду праздники Пока закончатся Потому что У меня калит Что он лежит И не используется Вот этот Лежит Не используется Ну потому что Он уже отработал Свою Это раритет Понимаешь Так же Как микрофон На пенсии Который там Первый мой За 600 рублей Купленный Он тоже на пенсии Лежит у меня В шкафу В столе Вот здесь Вот То есть Ну Нету такого Что у меня 25 тысяч камер У меня 2 камеры всего Одна вот новая Которая на днях Купил Потому что Нужна для работы Вторая Которая Ире ушла По наследству А третья Которая ушла Сане По наследству Типа Ну Отдал там В честь Там зарплатных Всяких дел Специально камеру Потому что Я ей не буду Пользоваться И соответственно Я ее отдал Там где она Будет использоваться Понял Конечно Ну вот Все короче При деле Я понял Ну типа Да Зачем тебе солить Смысл Какой У меня даже Калит Что у меня Медиаторы лежат Не используются Которые просто Мне прислали Коробку Медиаторов Вот этих Вот именных Да Да То есть Я их стираю Постепенно Вот Но у меня Люто Калит То что У меня коробка Лежит И они не используются Ну потому что Они медленно Стираются Типа Давай тогда Поговорим Немного О Ютуб Каналах Ты создал Два канала И вел Их параллельно Не параллельно Ну там у них хранится Где-то в год было Расскажи Как росли И развивались Эти каналы Не Они не параллельно Hellscream academy был создан в 14 году По-моему Если не ошибаюсь Ну вот Просто я активно На нее начал Выкладывать видосы Где-то в году В 15-16 Да А влоговый канал Я создал По причине Того Что мне было Что рассказать Да И до сих пор Есть еще рассказать Что не относятся К основному каналу Там с завязком Полностью по музыке Да Хотелось еще Какие-то просто Видосики поснимать Знаешь Как дневничок Такой прикольный Вот И плюс ко всему Набить руку Чтобы ты просто Ну набить руку В монтаже Набить руку В съемке видео В понимании того Как это происходит То есть когда ты много Что-то делаешь Ты начинаешь разбираться Ты понимаешь У тебя до автоматизма Многие вещи доходят Точно так же Как у меня оборудование Да То есть я для того Чтобы сейчас Мы с тобой Это снимаем Да У меня в камеру Записывается тот звук Который ты сейчас слышишь Напрямую Сразу в камеру Видеофайл Я конечно параллельно Еще вавку пишу Да С микрофона Но напрямую В камеру Сразу просто по кабелю Звуковухи записывается сигнал Потому что это упрощает Работу потом Тебе не надо заниматься Синхронизацией У тебя уже весь звук В файле В видео Короче уложен Тебе не надо там Файл видео Приклеивать К аудио Который там отдельно Они конечно у тебя будут Будет такая опция Да На монтаже То же самое касается Как бы Видосов на влоговом канале Просто научиться Разбираться Делать Как бы да То есть я это снимаю Да Я умею там настраивать Я понимаю Что на какой камере Какая цифра Что значит зачем И что мне самое главное нужно То есть допустим Я соберусь Там нанять Человека Который будет снимать нам клип Да И Я не буду ему говорить словами Из разряда Я хочу по другому Сделай как-нибудь Чтобы было красиво Понимаешь Да Я ему четко скажу Что я хочу Потому что я понимаю Что я хочу И как я хочу Понимаешь Просто я не могу Снимать себя сам Пока я играю на гитаре С расстояния Понимаешь Со 100 метров Это невозможно С рук С этого С дрона могу Я уже так делал Это вот гитарный коллаб Который был большой Там весь почти на дрон Он снят Там из разряда Ира немножко постояла С длинной линзой С базукой Поснимала вот так вот Да Просто рекорд нажали Да Она снимает Короче Потом с другой зоной Поснимала А все остальное Снято с дрона Который на автомате Выделив меня Ты ему нажимаешь Fly Выделяешь ему скорость И он просто вот так По кругу вокруг меня летал Все Ну и пару раз там Мимо летал То есть это Ну типа Сам себя снимал Ну это конечно Такое прям на коленке Но прикольно выглядит То есть То есть Грубо говоря Приходящий Какой-то человек Я даже ему могу Оборудование дать Которое он будет Снимать Мне просто Нужен Человек Который просто Будет в руках Камеру держать Мне даже толком Объяснять Практически Ничего не нужно Кроме там Не знаю Каких-то Зумов Или направления Куда Снимать Понятное дело Что человек Который умеет снимать Будет направлять Камеру нормальную У нее руки Трестись Так не будут Но все равно Вот И соответственно Влоговый канал Я запустил Когда Собирался Это буквально Там за пару дней Наверное До 3 дня До того Как купил Первую камеру себе Это была 80D По-моему Если не ошибаюсь Да Canon И полтинник К ней Объектив был Поэтому я купил 10-18 линзу Темную 4.5 Тире 5.6 С диафрагмой Вот И как бы Точно так же Начал изучать Все это дело Постепенно То есть это Влоговый канал Как знаешь Такая большая Обучалка Для Делания видосов И какого-то оборудования Потому что Это мне же Мозги развивает А вот послушай Если вот сравнивать Тот момент Когда ты Начинал свою Блогерскую идею На 2013 году И вот сейчас В те годы Было проще Найти свою нишу В плане Ворваться в тренд Или стрельнуть Своим каналом Или своим контентом Или сейчас Тоже такое возможно Здесь дело Не в нише А просто В повезет Не повезет Мне кажется Потому что Канал не стрельнул В 2014 году Ни разу Он и в 2017 Не стрельнул ни разу Оно просто Постепенно Росло И продолжает Расти Да За счет того Что канал Уже обладает Определенной Аудиторией Да Он может Был момент Был момент Я просто Я просто Сделал 100 Я не начинал Не стрельнул ни разу Они не Они не показывали Потом май 2019 года 7 тысяч за день подписалось Дальше там 1500-600 Опять до 300-500 упало Потом вижу пик небольшой 1500 сентября 2019 Подписалось Знаешь, такие странные пики Потом 2020 год 1000 подписалось Нет такого, что просто оно вот так Просто растет, растет, растет Просто стабильно Маленькая писечка нарисована Как это называется? Дневные подписчики Я не помню, как смотреть Всегда было интересно посмотреть Сколько было подписчиков в тот или иной день Именно на канале Не сколько подписалось, а сколько было Потому что так смотреть не очень удобно Где-то оно было, но это надо найти Соответственно, не было такого Что-то такое дело Что оно подписывали Прямо 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 Кошмар Я вот вижу тут, например, видос Где я сказал, что говно это говно И минус 400 человек за день Меня это ни разу не расстроило Потому что такая аудитория мне не нужна Потому что я просто честно сказал Что вот это говно, это говно Понимаешь? Все такие Как ты смеешь говорить, что это дерьмо? И потом Ну это дерьмо, но нам нравится Я просто Как бы хорошо Такая аудитория мне не нужна Это просто дича вообще какая-то полная Поэтому Просто дел Да, были какие-то скоростные Типа врывы Но такого, чтобы прямо Хоп И в один день ты проснулся звездой Мне кажется, не было Ну как бы был такой врыв Когда там много народу подписалось Ну вот Ну там видишь, я говорю Про 50 тысяч А то у меня, видать, там пара недель Короче, в голове так отложили Что за пару недель 50 тысяч подписались Ну как бы Все равно То есть просто Представь полмиллиона Это население такого Наши средних размеров города Вот Оно в голове не укладывается Абсолютно Вот, поэтому Что делать проще Сейчас или нет Это вот Мне кажется, любой человек Может найти что-то свое Как бы Главное не быть блогером Главное быть ютубером Понимаешь? Потому что блогеры Это те, кто Как мы тут обсуждали на днях Бегают в подгузниках по метро Бьют машины Сбивают людей Наглухо Да, там Суд Там, где не надо ссать И не на то, на что надо ссать Да, как бы Просто Это блогеры Вот люди, которые занимаются Дурь-контентом Который как бы Не несет никакой пользы Даже Смешной, мне кажется То есть типа там Это даже не смешно То есть как бы Здесь просто ниша какая-то своя Я не могу ничего советовать Потому что я не знаю, как это работает Это просто рандомайзер полный вообще Оно может сработать завтра А может стрельнуть через год Ну, то есть как у меня видишь То есть я канал запустил Он стрелять начал там В 18-19 году И сейчас, допустим Я вот там какие-то видосы Выпускаю Ну, ничего не стреляет Но в какой-то момент Просто 700 тысяч просмотров за день Я такой Типа Ладно Ну, то есть как бы Ты думаешь, я понимал, что это видос Соберет 700 тысяч просмотров Или там сколько 800 Он набрал Причем потом мы его просто перестали смотреть Вообще Просто как будто его нет Ну, то есть как бы Видос висит Но он реально там Можно посмотреть Он Там буквально за день Там что-то 700 тысяч набрал Я такой Чего? Да, на нем 891 тысяч просмотров Это уже держится Я не знаю Год, наверное Такая цифра А, ну вот Просто Я его выложил 16 марта В 7 утра Он вышел у меня К моменту 17 марта В 7 утра У него было 600 тысяч просмотров Типа Ну, в этом видосе Это Ну, полный рандомайзер Просто вообще Понимаешь? По поводу Быстрого роста подписчиков Я тоже хочу Стою поделиться Своей историей Я как-то смотрел Шоу Голос И там выступал Дедушка Ты прекрасного знаешь Это Михаил Ерофеевич Серебряков Которому было 97 лет Да, да, да Я понял И я так впечатлил С его выступлением Да, он тоже внезапно Начал хайпить Захотел его посмотреть Еще раз И на каком-то вообще Подсознательном Непонятном уровне Я скачал это видео С Ютуба Обрезал лишнее Выложил на канале У меня на этот момент Было 150 подписчиков Я просыпаюсь Ты в смысле Просто выступление? Просто выступление? Да, да Я просто выложил выступление Вот я просыпаюсь утром 250 тысяч просмотров 5 тысяч подписчиков Я посмотрел Что обошел первый канал По просмотрам И эта цифра росла И я к концу недели Уже набрал 2,5 ляма просмотров И 9 тысяч подписчиков И соответственно Когда дело дошло До монетизации Мне Ютуб написал Привет И типа Будьте любезны Удалите видео Ну тут видишь Как бы это аудитория Которая совершенно Ну она не знает вообще Про что твой канал Поэтому как бы Это знаешь Такая бледная аудитория Которая не будет работать Цифра просто Я тебе про это и говорю Что это забей Ты меня спрашиваешь А как сделать Чтобы стрельнул Я знаю что ли Назови сру на голову Там кому-нибудь Может наше интервью Назвать типа То что Су на лицо Леосу Там знаешь Вот такого плана Как бы Естественно будут просмотры Потому что Как это так Кто-то ссыт кому-то на лицо Тем более Леосу ссыт на лицо Надо посмотреть По-любому Собей У меня видос Который Как Леос Мой дреды Собрал больше просмотров За Несколько дней Чем Все видосы На влоговом канале За месяц По-моему Вместе взятые Леос Мой дреды Просто Я чисто по стебу Понимаешь Я чисто по угару Это сделал Я ожидал просмотров Триста А вот Собрал Что там Сорок тысяч Что ли Я такой просто Хорошо Следующий видос Такой же был История моих волос Типа того Тоже он до хрена Собрал Ну вот В какой-то момент Я там снял видос Типа про Тиля То что он там Порево начал снимать В своих клипах Я такой Типа ну Это слишком Это перебор Это реально прям Совсем Ну Не надо так Не надо так Он тоже там Двести тысяч просмотров Собрал на канале Где всего там Двадцать тысяч подписчиков Было То есть как бы Опять же И где эта аудитория То есть Здесь именно логика в том Чтобы накапливать ее постепенно А не рывками Потому что Рывочная аудитория Она Очень холодная То есть Гораздо дороже Стоит аудитория Которая Смотрит твой контент Именно Из-за того Что ты его делаешь А не кто-то еще То есть да Я там делаю Какие-то разборы На какие-то там Известные там Какие-то группы Еще что-то Разбираю Показываю Это вот это Туда-сюда Вот Но за счет того Что я это делаю Как бы ко мне приходят люди Такие слышат там Типа про их Любимого артиста Что-то интересное И такие интересуются И начинают смотреть что-то другое Да Когда там какой-то хайп Где ты вообще Никак не подвязан Да Как бы Оно Про тебя ничего не намекает Люди посмотрели Закрыли Забыли Да Они подписались на твой канал Чтобы ты выложил еще выступление Этого мужика Понимаешь А ты выложишь их Нет Ну вот и все Как бы здесь Ну как бы надо так вот это Логично размышлять То есть я за счет Ну то есть Если я пользуюсь Какой логик Меня спрашивают Типа вот ты задолбал Хайпить на чужих именах Типа там вот это Хорошо Не вопрос Вот у нас есть Вася Пупкин С соседнего подъезда Да Он поет Как например Какой-нибудь вокалист Известной метал-группы С кучей альбомов Ну естественно скажу Что он так не поет Потому что Такого не может быть Вот Но неважно Сделаем вид Что как бы существует Такой человек Но ты знаешь Что он так поет Ты слышал как он поет Но у тебя И у него У самого Нет записей Чтобы просто Тебе их показать Чтобы ты мог На его примере Показать это Понимаешь Ну вот То есть Это как бы Такой же Знаешь как Точно так же Как там Кто-то делает кавер Там на металлику Типа Ты не будешь Никогда звучать Как Хэтфилд Серьезно что ли Правда Ты серьезно Так считаешь А я не догадался С первого раза Что человек Не будет звучать Как Хэтфилд И тут представь Я парадоксальную Такую тему Короче людям В голову Закидывал Всегда на эту тему Представь Допустим Есть там Хэтфилд Есть Кобейн Там Кто-нибудь еще Неважно Какие-нибудь Ози Осборн Да Представь себе Что Допустим В данном случае Я с собой Пример такой приводил Да То есть допустим Есть Леня Хэллскрим Который поет В группе Металлика А есть Джеймс Хэтфилд Который снимает Видосы на ютубе Да Абсолютно То же самое И что будут Этому Джеймсу Хэтфилду На ютубе писать Что ты никогда не будешь Как Ленька Хэллскрим Ведь он из металлики Понимаешь логику Да То есть Нет Тут конечно же Фанаты начнут Говорить о том Что Но Ленька Хэллскрим Не стал бы таким Как Хэтфилд Сейчас в металлике А мы говорим Именно о парадоксе Того что это уже есть Вот оно так Есть случилось Параллельная вселенная Вот оно так Понимаешь И как бы Ну то есть Не то чтобы Я говорю о том Что мы развивались Бы так же там То же самое Нет я говорю Именно вот парадоксально Это уже все то же самое Просто в группе Металлика Поет Ленька Хэтфилд Хотел сказать Да как бы И Человеку в голове Не укладывается Что он Как бы Вот эта вот Вера такая Да то есть Фанатская Она короче Его слепит слегка То есть Он точно так же Будет писать этому же Самому Хэтфилду Что он не будет никогда Звучать как там Тот-тот-тот Или тот Точно так же Знаешь там Разным там Пишут Известным тоже Музыкантам Которые там делают Кавер на что-то Да там Найтвиж сделали Кавер на Пин Флойд И там естественно Фанаты Пин Флойд Сказали что это все Говно Жопа Попса Короче это вообще Типа Да как вы смели Типа Типа хорошо Короче там Да там Найтвиж сделали Кавер на Симфония Ов Дистракшн Да там Арченами Сделали кавер На Симфония Ов Дистракшн Арченами Да как вы посмели Вы же не будете Никогда звучать Как Мегадет Мегадет Это Мегадет А вы где Арченами Это сранина Какая-то непонятная Вы кто вообще такие Ну как бы Понимаешь да То есть мышление у людей Оно слишком сильно Ограничено вот на этой теме То что Мегадет Это божество А Арченами Которые собирают Такие же стадионы Не божество Типа Че за хрень Че вы несете Ну чуваки Исполнили в своем стиле Этот Симфония Ов Дистракшн Ниже там На два тона По-моему Насколько я помню Жестко прям Металл фарш Короче да Такой звучит Ну как бы Да они не будут звучать Как Мегадет Ну просто чуваки Ради своего удовольствия Сделали кавер Вот то же самое То есть Из-за этого Как бы Вот эта вот Вот эта вот аудитория Она как раз не работает Она может подписаться Просто потому что Она посмотрела видос Который Был интересен А потом ты выложишь Какой-нибудь видос Который вообще С этим не связан И его просто не буду смотреть Потому что Зачем он нужен Конечно Какая-то часть Конвертируется Потому что Они пойдут гуглить Смотреть того канала Что ты делаешь Вообще Че за хрень такая Почему это не канал Серебряковый Например да Вот они будут Это гуглить Узнавать И в результате Как бы наткнуться на тебя Им что-то понравится То есть это наш Постепенно отсеется Какое-то количество народа То есть Там допустим Из этих 8 тысяч Там останется 100 человек Например Да то есть Они будут в 8 тысяч подписаны Но я не буду смотреть видосы Пока ты не выложишь Новый видос Серебряковым Понял да Типа Такого да Я все время К этому так и относился Поэтому спокойно Абсолютно Как бы к этому Количество подписчиков Как бы Да понятное дело Что я не могу всем отвечать Потому что Извини меня Но Время тоже должно быть Какое-то Потому что Ты всем сразу Ответить не сможешь Это нереально вообще Просто я к этому отношусь Что да Меня знает Огромное количество людей И что Ну да Есть такое Алину режет хвост Тоже знает Куча народа Но мы просто Встретились у нас В городе Спокойно с ней Когда она приезжала Мимо тут К знакомому Заезжала Когда охренела Говорю Ну-ка я сейчас подойду Ну то есть как бы Вообще изначально С Алиной Познакомились так Что она у нас В школе занималась А я даже не знал об этом Я вот Часто наблюдал Как ты любишь говорить У меня подгорает задница Это касаемо Авторского права Я помню Этот величайший Видос Где там Настолько было Эмоционально И мощно Все сказано Что Просто Это что-то было Невероятное После чего Стали появляться В видосах Серые и мрачные Вставочки Где ты объясняешь Что Зачем И почему Как ты боролся С этими Гребанными Нарушениями Авторских прав С этими Вот вылезающими Постоянно Сообщениями Я сколько Не пытался У меня Не получается Оспорить Жалобу Ну вот просто Никак не получается Ну с маленькими каналами Это сложнее С маленькими каналами Сложнее С большими Я думаю Проще будет Но я просто Делаю так Чтобы мне Не прилетали Эти Моменты Тем более У меня деятельность Связана Именно на изучении Их деталей А не на прослушивании Музыки Просто знаешь Ты включил клип И показываешь Какой мне смысл Типа Послушай я полностью Потом комментируй У нас разговор Здесь не о том Чтобы послушать полностью И комментировать Рассказывать Что я ощутил Пока слушал эту песню А интересно В том Как спеть Соль второй октавы С расщеплением Как бы Как вот в этом Фрагменте Который длится Полторы-две секунды Это первый момент Как бы Мне бесполезно Как бы показывать Полноценные какие-то треки Или длинные куски Какие-то Потому что человек Хочет послушать музыку Если он хочет Послушать музыку Он может сделать это Самостоятельно Без моей помощи Это я не занимаюсь Да у меня есть видосы С реакциями Но я не занимаюсь Именно реакциями Потому что Ну типа Немножко другая сфера Совершенно Вот И Мы как бы Просто выработали Вот эту тему Что мы там делаем Какие-то вставки Короткие Которые не Вылетают Как копирайт Хлеймы Просто и все Вот Я просто Один раз Получил страйк За Меня все уговаривали Посмотреть в онлайне Евровидение Когда выступать Начнут Это 19-й по-моему год Я получил страйк На стримы На полгода По-моему Не мог стримы Какие проводить Просто и все С тех пор Я перестал Как бы Какие-то либо Клипы на стримах Смотреть И вообще Практически стримить Перестал Сейчас вот Начну в новом году Стримить И там Как бы Логика в том Что мы будем делать Конкурс вокалистов Мне сейчас трек там сведут Подготовят Короче Да все Я этот трек Буду релизить На iTunes Чтобы меня самого Копирайтил Клеймило Да Да Но это буду делать Я сам Потому что Ну как бы Была ситуация Когда девочка Из предыдущего конкурса Взяла трек Мой Как бы Мною написанный Под конкурс Да Который был Без каких-либо Авторских прав Тот чистый абсолютно трек Да Специально для конкурса Чтобы там Не клеймило Ничего не прилетало Ну просто Чтобы вот этой Не было То есть их не должно Было банить Их просто там Клеймило бы И все А вот Она взяла Короче Просто выпустила Под своим именем Не спросив у меня То есть спросила бы Я бы что-нибудь придумал Мы бы сделали Да Но грубо говоря Все кто участвовал В розыгрыше А там почти 100 человек Было короче Да Кто записал свои слова Там на музыку На мою Вот Короче да Все получили Копирайт клейм После того как она Выпустила этот трек Я говорю Ты вообще охренела что ли Я говорю Ты как бы это А я не знал Что так нельзя делать Я говорю ну ты прикалываешься что ли Музыка мной написана Это конкурсная работа Которая написана мной Специально для того Чтобы там с человеком Каким-то Вот так вот сделать Как бы это все сделать Взяла под себя Поджала Выпустила Типа с этого Деньги зарабатывать То есть я специально сделал Чтобы как бы это был Конкурс именно работы Да Просто такой Хопа прилетает И такой говорю Ну как бы Ты либо удаляй Либо мы будем Это дело решать Как бы по серьезному Как бы вопросу Потому что как бы Это очень жестокое нарушение Авторских прав Прям совсем по сатане Вообще Ну как бы она удалила Естественно такая Говорит я не знала Вот мне потом Менеджер какой-то Который занимался Ее там выпуском Альбомом писал Вот у нее там Оказались вообще там Забей там песни Которые просто нагло Срисованы с Evanescence Просто один в один Вообще просто один в один Ну то есть по песням Вот тютя в тютю Просто переписана Фактически только другие слова Короче Вот она не знала Что так нельзя делать Вот Но это просто по глупости Мне кажется Просто потому что не знала Вот А так Как бы я стараюсь И соответственно Трек мы просто этот выпустим Специально на iTunes На всяких этих Чтобы просто Была инструменталка Я потом Скорее всего Может быть сделаю Может быть не буду делать Я его выпущу еще И с победителем Конкурса специально То есть я его укажу Как автора То есть это можно сделать все Ну вот Но именно Тут клеймить меня Самого будет То есть если мне захочется Я смогу просто написать Дистрибьютору Чтобы копирайт клеймы Сняли вот с этих вот Всех видосов То есть грубо говоря Если у человека канал Монетизирован На который он его выложит Что ну как бы не всегда Вероятно Потому что люди в конкурсах Участвуют обычно без каналов Без каких-либо Вот То есть них просто заявки Эти копирайты снимут И все Ну как бы смысла в этом нет Потому что она по монетизации Все равно ничего не принесет Потому что там просмотров Не будет особо много Вот поэтому Ну то есть с видео понятно Нужно вставлять фрагментами Фрагментами да А как с каверами быть? Есть такой сайт Называется sounddrop.com Это один из сайтов Который знаешь Как epidemic sound Который музыку фоновую Для ютуба дает Всякую разную Которую ты можешь Себе там залить И тебе копирайтов не будет У тебя типа там Аккаунт на сайте На этом да К нему привязывается Ссылка на твой канал фактически Да У меня два канала К нему привязаны Вот И ты когда музыку фоновую вставляешь Тебе никакие копирайты Не прилетают Потому что там 15 баксов В месяц платишь За то что у тебя Вот это вот используется Вот И sounddrop он работает так же Только дает тебе возможность Купить авторские права На какие-то песни Там Лео Меркёли Который кавера металлические делает Он обычно как раз Там себе покупает Авторские права После этого выпускает его При этом ты можешь заметить Что он еще И на iTunes Продает свои Вот эти вот альбомы каверов Вот Потому что У него авторские права На это дело куплены Это все возможно У нас просто это Как вот это Рао Это очень сильно заморочено А в остальном мире Это сделали вот этими сайтами У нас по-моему тоже так уже Начали это практиковать Чтобы типа Не документально Все это Это все онлайн решалось Но я пока В этом не разбирался Особо Вот Где-то прилетают Какие-то копирайты Где-то нет Вот допустим На маску там я делал На каверы На них ничего не прилетело По-моему До сих пор Там просто кавер В метольной Там какой-то версии Вот Я его не Как бы Я его не продаю Он просто Как видос Сам по себе Как Знаешь как это Fair Use называется Или что-то такое Короче да Что он просто выложен В развлекательных целях Кавер такой То есть он Не исполняется на концертах Он не продается на iTunes Он просто Прикол такой лежит Захотят заклеймить Пусть клеймят Как бы здесь Главное чтобы не банили Потому что какой смысл Это банить вообще Ну То есть с каверами Это тоже решабельный вопрос Есть просто сервисы Которые твой канал Твой аккаунт У дистрибьютора Привязывают к себе И добавляют Вот называется White list Да я понял Просто у меня была такая история Когда я делал кавер На группу Outcast Участая в их конкурсе И когда я выложил Видео в своем канале Мне прилетела жалоба И я даже писал Игорю Капранову Мы с ним разговаривали На эту тему Но как бы он сказал Что тут он ничем Помочь не сможет Это надо оспаривать Через дистрибьютора Который выпускает Этот трек То есть Это сам исполнитель Должен писать Письмо дистрибьютору Говорит что С этого вот видоса Надо снять заявку Типа на блог Чтобы она хотя бы Аммонетизирована Просто была Либо снятая Аммонетизация В сторону артиста Либо Ну типа того Ты понял короче А ну теперь-то я понял Ну вот я тебе про это говорю Что это надо Говорить с тем Кто этим занимается Слушай Еще есть вот такой вопрос Буквально недавно Мы разговаривали Про тех людей Которые Не дослушивают Какую-то мысль Или предложение До конца Уже Строчат там Сообщение Что Типа Ты говнарь Засираешь С того или иного Исполнителя Как ты смеешь Вот касаемо Даже Дианы Анкудиновой И у тебя там Под видосами И у меня были Интересные комментарии Которые можно Почитать Даже посмеяться Но один я запомнил Когда написал Один подписчик Что Вот Достали эти Всякие диванные Критики Которые не понимают О чем Они говорят И таких же Как Леус Тоже Вот Ни о чем Не понимают Я пишу Причем тут Леус Он оценивает Это с преподавательской Стороны Как правильно Делать И как Неправильно Навредит Это Или не навредит Вот Как ты Относишься К подобным Сообщениям Ну и К хейтерам В общем Я спокойно Это понимаю Потому что Есть люди Которые Вот Помнишь Я говорил Про то что Талант Это какой-то С неба Да Не то что Человек По 8 часов В день Занимается Люди Не понимают У них Вот это Проходит На фоне И очень часто Кстати В школу Приходят Люди Которые Думают Что На барабанах Можно научиться Быстро Играть Например Можно петь Научиться Быстро Какой-то Парень Пришел Говорит Я Программирование Научился За год А я На барабанах Три года Играю Мне Ни хрена Не получается А ты Занимаешься Не особо Я программировал Особо Не так активно Мы такие Ну как бы Тебе надо Программировать Тебе надо Думать головой А здесь Тебе надо Механику Тела Синхронизировать Чтобы она Работала Нормально Там в голове Скоплено Все в одном месте Тебе не надо Двигаться Синхронизированно Что-то Получается Лучше Что-то Меньше Где-то Определенные Затраты В определенной Знаешь Я бы сказал В определенной Зоне мозга Где-то Он считает Пишет Соображает В программировании Быстро А вот Голова То что Отвечает За часть Синхронизации Рук и ног Например Она не развита Просто ее надо развивать И за это Сразу не получается Здесь то же самое У людей Вот этот вот момент Когда ты Начинаешь заниматься Музыкой И учишься Изучаешь И момент Когда ты выходишь На сцену Выступаешь И там тебе Например Показывают По телеку У них Этого момента Не существует Я это называю Моментом Потому что Для них это момент Понимаешь То есть Диванные критики Как Леос Я выразил свое мнение На тему того Что мне кажется Что ее заставляют Петь Потому что я слышал Как она поет Без вот этого Постоянного Вот этого Звука Такого Потому что Она реально Очень круто звучит И я говорил Что она очень круто поет Я разносил Голос Когда Они ее не пропустили Я типа Такой Вы что Охренели вообще И они такую Такую дичь несли Вот как раз Знаешь Когда человек Который Вот для меня Люди Которые там Вот этот момент Говорили Вот эту вот Дичь Которую они несли Мы не думали Что вы можете Как-то типа Что-то кроме этого Петь Я такой Да ну нахрен Ты-то сам Вот Ты их Кто там это говорил Ты точно так Не можешь даже так Близко Вот Они такие А вы можете Что-нибудь еще спеть Она берет И начинает петь Еще что-то И просто Они все-таки Как бы Понимаешь И у меня просто Ощущение Что Ее прям реально Как будто Под гребенку Под определенную Запихнули И я высказал Это мнение То есть я не хотел Я не говорил То что типа Это плохо Я не говорил Что это Мне показалось Это странно Как будто Ее в рамки Загоняют Как музыканта То есть я Как музыкант Слышу Что она Очень сильно Ограниченно Использует Свой арсенал Понимаешь Хотя может Использовать Как бы гораздо больше Как будто Ей просто запрещают То есть я Именно с ее стороны Об этом говорю А не в плане того Что вот Она там плохая Потому что Она так делает Я говорю Потому что Как бы возможно Она в такой ситуации Что ей просто Надо так делать И как раз то Что она в такую ситуацию Попала Из-за каких-то там Определенных Знаешь как бы Обстоятельств людей Мне вот это Как раз не нравится Понимаешь да Логику То есть именно Опять же Мы возвращаемся К моменту Что даже это В данном случае Для меня Как для музыканта Нравится Не нравится Да С точки зрения Того что я сказал Что мне надоело Что она одинаково Вот так вот Постоянно Во всех песнях звучит Ну потому что Это так Она одинаково Каждую Одну и ту же Как бы Одинаково Абсолютно пропевает Разные Абсолютно Песни И это Очень Ну в какой-то момент Просто перестало Быть вот этим вот Эффектом Вау Понимаешь Который был в начале С первым Таким выступлением Теряется интерес И ты Разочаровываешься Как будто сидишь И разочаровываешься В этом Что типа Вот такая вот Штука происходит Ну типа Блин Обидно Да То есть ты знаешь Что человек может Больше Да А вот людям Которые это пишут Ну это бесполезно Объяснять Пока они сами Этим заниматься Не начнут Мы здесь говорим Не о том Что она там Плохо Она что-то не умеет Какая Это даже не критика Понимаешь Это я высказал мнение Что О том Что ее Загоняют В творческие Рамки В какие-то Ну вот Вполне возможно Что ей самой нравится Так петь Понимаешь Но по мне Так как это происходит На телевидении Потому что на концертах Она по-другому поет Тоже местами Очень много Вот По мне На телевидении Это просто ей Такие вот рамки Создали Что типа Если участвуешь Так То поешь Что именно Вот так Вот типа Хрен его знать Что там Понимаешь Это же за сценой Просто люди Которые смотрят Телевизор У них в голове До сих пор Вот это вот Еще с советских Времен Забито Что вот Есть талант Да Если таланта нет То ты не попадешь Никуда Что типа Если тебя по телеку Не показывают Значит ты не талантливый Понимаешь Есть вот такой Тип людей Которые вот прям Настолько верят Телевизору Что прям Совсем кошмар Ну то есть это Ну я думаю Ты понимаешь О чем я говорю То есть они Как будто знаешь Не видят мира Вокруг Совершенного Вот Вообще То есть То же самое Знаешь Как с вокальными делами Мы как-то Я помню Смотрели Точнее как У меня был стрим По-моему Мне прислали на стрим Я не помню Что это было Но там Какая-то жесть Там Мужик пел Я не помню Блин Кто это был Имя причем Известное Прямо сейчас Не вспомню Просто Вот Какой-то романс Да И он говорит Вот типа Советская школа Жара Короче Он вначале поет Я там такой Вот это Я останавливаю Просто Ааа Типа Взрыв в башке Короче Как круто Ну вот А потом он хоп И начинает под конец Уходить вверх Там в миксовые Там всякие ноты Высоко петь Так как я об этом Говорю обычно Да Типа Ну типа По книжке Как правильно Вот И У меня складывается впечатление Что просто С тех времен Просто эти знания Куда-то утерялись Да А сейчас у нас ценится Что У нас ценится Чем быстрее Тем лучше Чем Как бы Хуже Тем лучше Типа вот того Да Из-за того Что это производится Много фон От телевидения Вот с производством Вот этой вот Попсы Всякого вот этого Вот восприятия Люди просто Ну не то чтобы Зомбированы Они ничего кроме этого И не видели Из-за этого Когда Понимаешь Ты почитай комментарии Вот От таких вот людей Которые там Начинают Как бы Что-то такое Говорить Ты просто Почитай Они все пишут Одинаковые фразы Как будто Они их где-то Услышали По телеку Да Допустим Про Диану Точно так же Я как бы Объясняю Что типа Мы здесь С точки зрения Вокальных Там Этих Разбираем То есть Как бы Никаких Там Ничего Не оскорблений Просто Вот так Кажется Мне Я не говорю Что это там Так Я не Говорю Что это Сто процентов Так То есть Как бы Я говорю Что мне Кажется Так Как музыканту Это кажется Со стороны Да Да кто ты такой Как бы Ну если ты не знаешь Что это такой Выйди на заглавную Страницу канала Посмотри Если тебя не хватает Как бы Соображалки Чтобы это сделать Увы Это не моей проблемы Я как-то написал Человеку Говорю Ну ты зайди Посмотри Он говорит Я не буду тратить На тебя время Я говорю А ты сейчас что делаешь Комментарии Мне отвечаешь Я тебе лично ответил Говорю Вот Чтобы ты Как бы Ознакомился Да пошел Ты в жопу Типа Вот это адекватное Общение Это просто Неадекватный человек Который Как бы Вообще Просто болен Понимаешь Совсем Вот И как бы Читаешь Там У них Комментарии Местами Я даже отвечал Копированным сообщением Чтобы чисто Постебать Тоже эту тему Потому что Они писали Абсолютно Одинаковыми словами Понимаешь Как будто Они где-то по телеку Это услышали Или по радио И вот эту фразу Заученную Несколько Десятки этих комментариев Они абсолютно Одинаковые практически Местами слова Поменены Знаешь Как будто Роботы Короче Просто тупо Я говорю Вы типа Человек без своего мнения Он не воспринимает Ему продиктовали Он вот так вот Короче Только так и делает Да То есть Как бы Вот это вот Услышал Значит это так По-другому Если кто-то По-другому Это Он пишет Именно эти слова Понимаешь Я прям смотрел Мне это очень странно Показалось Как будто Поэтому я к этому Абсолютно спокойно Отношусь Ну как бы да Мне иногда хочется Постебать их конечно Потому что Ну блин Ты это просто читаешь И думаешь Там просто Война и мир Человек тебе пишет Какое-то говно Типа ну Что я тебе-то сделал Лично Мы здесь Как бы занимаемся Не этим Я не говорю Что она плохая Что она плохо поет Что она не умеет петь Я вообще никогда Такого не говорил Ну вот Я говорю Что она использует прием Которым типа Ее как будто Заставляют петь Все Как бы да Вот Ты как посмел Типа Что посмел Я говорю Что мне кажется Это знаешь Вот ты просто Я не знаю Вышел Посмотрел На луну Такое прикольно И чел такой Подходит Типа Ты что охренел Что значит прикольно Это говно Это говно Белое висит Вообще Светит Вообще По телеку Видел Что сказали Что это все Заговор Понимаешь Вот Привязательно Такая же логика Абсолютно Ты такой Блин Мне нравится Вода такая Минералка Типа человек пишет Ты что охренел Дебил Блин Братан Ну тебе нравится Я не знаю Там Ессентуки Пей Ессентуки Мне нравится Боржоми Отстань от меня Да То есть Такое У нас это кстати В команде называется Хватай и беги Если кто-то находит Какую-то вкусняшку Там воду Там Может быть Какие-то там Печеньки Ну короче Вкусняшку Тупо Или там Какой-то удобный Например Я тут Недавно у нас была ситуация Типа Хватай и беги Я нашел на Яндексе Короче На маркете Эти Пилоты На которых Каждая розетка Отдельной кнопкой выключается Это у нас называлось Хватай и беги Потому что это охренительно удобно Особенно когда у тебя Стол с кучей вот этих вот Мелочесик Повыключал Ну вот Как бы Вот здесь Хватай и беги При этом Некоторые бывают Такие что Я говорит Схватил и беги Но мне не нравится И как бы Никто не говорит Что ты что тупой Как тебе это могло не понравиться Ты что вообще конченый Ну как бы Потому что понимаешь Что вкусы у всех разные Понимаешь Просто здесь то же самое А здесь люди вообще Совершенно То есть как бы Здесь мы говорим о вещах Которые как бы Житейские Типа хавка Там какая-то вкусная А там мы говорим О вещах как бы Профессиональных Каких-то музыкальных О вещах Которыми эти люди Которые пишут эти комментарии Даже близко не занимались Никогда Понимаешь Вот Поэтому К этому надо спокойно Абсолютно относиться У них там свое Я как бы Знаешь Это просто начинается Когда Именно когда Летят личные оскорбления Человек отлетает в бан Да Потому что Ну как бы Я никого не обзывал Я ничего такого не говорил Как бы да Человек меня начинает называть Там чмом-козлом Короче Вонючий бомж Там еще что-то такое Ну тут да Какие уже могут быть разговоры Нет конечно Ты просто бан ему лепишь И все Потому что Ну как бы А какой смысл С этим человеком разговаривать Если он настолько неадекватный Когда начинаются Какие-то оскорбления На тему Внешности Да там Что у тебя с волосами Говно какое-то с головы Это говорит о том Что у человека Кругозор просто размером с точку Понимаешь Если он в 21 году Не знает что такое дреды Ну извини меня Это чуть ли не самая Древнючая прическа на планете А так-то Раньше как бы конечно Дреды получались не так Как сейчас получается Когда их заплетают А получались за счет того Что волосы там сваливались Но сам факт Да Человек вот до такой степени Как бы для него Вот это вот Мировоззрение Настолько узкая Маленькая точечка Что он ничего нового Не воспринимает Это вот Знаешь Это вот Я не знаю А ты по заграницам Гонял когда-нибудь Нет Не Не гонял Смотри Здесь это как бы Никакие обвиняшки Ничего как бы Это я просто спрашиваю Типа чтобы спросить Именно Поймешь ты меня или нет Потому что смотри Я с дредами Да Допустим Если ехать куда-то отдыхать Я Во-первых В принципе не люблю Большие скопления людей Да Во-вторых Как бы Отдыхать где-то На пляже Где просто Вот эта вот Куча народу Я прям не могу Вот прям не могу Мне не нравится Даже при условии Другой стороны Монеты на эту тему Да Да То есть Мне просто не нравится Когда огромное количество людей Я не могу расслабиться Потому что Ну Постоянная Пахлава Просто И просто Толпа народу Ходит там В воду заходишь Тебя просто там Переехала катером Понимаешь Потому что Вот Как бы Да Это вот Такой момент Но представь Меня Да Вот С дредосами Выходящего в Крыму На пляж Где там Сотни людей Понимаешь Да Реакцию людей Я просто Я не отдыхать приехал Я на сцену выхожу Понимаешь Люди Меня Это я не говорил То что они меня узнают Они просто видят Что-то необычное И все Это просто Да конечно Просто все Сверлят тебя взглядом Вот Это Ну это просто реально Ты приехал отдохнуть Тебе просто таранят Вот так вот Просто понимаешь Сверлят Короче Вот Это как бы Такая страна монеты И тут короче Момент какой Мы в одиннадцатом году Поехали в Финляндию Это был такой Знаешь Первый мой Забугорный выезд Такой Вот Мы поехали Сводить альбом И Меня что поразило Мы с Ирой Короче Перед тем Как зайти Проехать Пройти точнее На студию Консекипа Она недалеко Совсем там От вокзала У него В Лаперанте Находится Вот короче Мы зашли Я не помню Это Макдак Или Хесбургер Был Я не помню Зашли кофейку попить Чисто там Какой-нибудь Посидеть там Чуть-нибудь перекусить Сансекипа Связаться Спросить Что мы типа Приехали Чтобы типа Не беспокоить Рано утром Вот Сели короче Но сама логика в том Что вот я вот Вот так вот захожу Да Захожу В Макдак Или там Хесбургер Не важно Я привык Вот к этой вот фигне У нас Где бы я не находился Не важно вообще Да Просто необычно Люди видят дреды Понимаешь Просто увидели Ну просто длинные волосы Понимаешь Ну как Ладно Длинные Катавшиеся Они не понимают Как это сделано Все равно Не важно Да Длинные волосы То есть я Ну сейчас они меня покороче Но так обычно Меня они гоняют Где-то до поколена Короче Длиной получаются Такие Ну сейчас По пояс где-то сделал Чтобы не совсем длинно было Но логика в том Что где бы я не находился Везде это привлекает внимание Я не говорю о том Что мне это нравится Мне нравятся Просто сами дреды Просто вот именно Сам факт их присутствия Потому что их можно Как шарфик Например зимой использовать Просто закинул Вот так вот И ништяк Вот Мне нравится Как они выглядят Там на фотографиях На концертах Например Как это работает Ну то просто это мое Понимаешь да Может быть в какой-то момент Я от них избавлюсь Конечно там Всякие тараканы В голове бывают Может я это обратно В волосы верну Может быть Не буду ничего возвращать Может быть ничего менять Не буду Знаешь это абсолютно Ну то есть как бы здесь Это мое решение Это не чье-то внешнее Как бы Внешнее влияние было Это когда ребята Мне в девятом году сказали Говорю Давай мы там типа Дреды заплетем Я говорю Да вы конченые вообще Ну типа по приколу Взяли и сделали Короче И все Ну вот Ну как бы Я знаю что такое Я захожу в Макдак Да И просто опять вот это вот Просто То есть ты как бы Просто зашел похавать Взять там Дашь там Кофе что-нибудь Да не важно Куда ты заходишь Макдак там Мвидео Какой-нибудь Магазин Не важно Везде вот это Просто То есть как бы Люди даже не знают То это такое Все равно вот это вот Да Слежение Target detected Вот А короче В Финляндии как бы Мы приехали Во-первых у них там По выходным вообще Ничего не происходит У них почти ничего не работает Все магазины закрыты Вот А вот такие вот типа Ресторанчики Они конечно открытые Там народ тусит Там что-то гоняет Я короче захожу В этот Хесбургер И понимаю Что мне Непривычно Понимаешь да Мне непривычно Я сижу Думаю Что не так И я понимаю Что в мою сторону Никто не смотрит Всем похеру Понимаешь Народу до хрена Просто битком Всем похеру Бабушки Дедушки Какие-то сидят Такие Им насрать вообще Ну Да чувак С дредами Что такого Просто открывается дверь Заходит еще четверо Таких же Как я Я говорю Я понял Просто А потом Когда мы в Хельсинки Концерт уже играли Там первый у нас был В туре Это вообще забей Орбл Когда бабушка Просто мимо На велосипеде Приезжает В футболке Арен Мейден Просто я такой То есть типа То есть Вообще Ноль реакций То есть Это абсолютно Нормально Понимаешь То есть Как бы Нет вот этого Вот Ты что Это Как бы Неадекватности Такой Понимаешь Понятное дело Из крайности В крайности Но как бы Сам факт Что такое Поэтому Вот эти вот вещи У людей Как бы Допустим Вот Эти комментаторы Да У них Взрывает Отвращение Просто потому Что у меня Борода есть Побрейся Говорит А то Выглядишь Как бомж Ты что Человека с бородой Никогда не видел Просто Что ты пишешь Ну Такое ощущение Что человек Просто Не знаю Ходит вот так Вот короче По узкому коридору Всю жизнь Да И видит только Бритых Начисто Короче Людей Которые Работают В офисе Да То есть Никогда Не заглядывала Там К людям Которые Руками Что-то делают Работают Или просто Там Дровосеков Каких Просто Бродатых Людей Не видел Понимаешь Человека Неадекватно Реакаться На бороду Типа О чем Можно с такими Людями Разговаривать Когда Ты такой Вещи Ну То есть Как бы Побрейся Выглядишь Как бомж Ну Я конечно По стебу Угораю С этой темой Когда Типа Как это Типа Ты похож На чужого Ну Как можно Перепутать Чужого С хищником Это Это Меня Огорчает Когда Человек Путает Хищника С чужим Это Прям Меня Реально Огорчает Но Как бы Здесь Это Я не Осуждаю А вот Когда Начинается Вот Эта Тема Вот Именно Таким Восприятием Мира Это Прям Плохо Плохо В плане Плохо То Что Как бы Все эти Комментаторы Просто Как дикари Так я Больше На дикаря Похож Понимаешь В том то и дело Да Причем Не понимая Того Что это Не так Я понял Они то в это Не верят Понимаешь То есть Я снимаю У меня Камера Стоит Немножко Выше Середины Тела Да Я снимаю Немножко Выше Она вот так Вот стоит Я сижу И как бы Вот На ширик Я сейчас снимаю Я как бы Довольно мелкий В кадре Да Естественно Как бы За счет того Что я снимаю Сверху Я выгляжу Мелким Плюс ко всему Я еще и сижу Как бы Да В кресле Мне люди пишут Что я гном Типа Пытаются меня оскорбить Пишут мне Что это Шкет какой-то Гном Тут вообще Триндит Ну как бы Я не знаю Ты видел гномов 180 ростом Понимаешь Ну просто Даже вот это Вот То есть Как бы Я могу поставить Камеру еще выше И буду еще мельче Касаться По высоте Понимаешь Как бы Мне будут люди писать Что я гном При чем Здесь это О чем ты вообще Думаешь Что у тебя в голове Понял Вот это Прям Оно Меня просто Удивляет Такие вещи Я просто Я не понимаю Как такое Как бы Застояло И такое Знаешь Какое-то Это Восприятие мира Прям Оно прям Немножко Огорчает меня Короче Вот я бы так сказал Поэтому Это к этому И относится Мне кажется Это не к каким-то Как Леос Это просто человек Опять же Предложение Не дослушивает По барабану Он там что-то Слышал звон Не знаю где он Это старая наша пословица Я думаю Ты и так знаешь Скажи пожалуйста А ты вот смотришь Какие-нибудь видосы Других преподавателей Конечно Конечно Я изучаю Мне тоже интересно Смотреть разные там У меня есть Те кого я смотрю Постоянно Пересматриваю Какие-то интересные элементы Потому что Все это обмен информацией Это все развитие То есть как бы Есть там Допустим Сейчас он не выпускает Насколько я помню Новые видосы Может они конечно есть Но мне что-то как-то Не попадается Есть очень крутой Соул Джаз-певец Эрик Арсено Вот Есть допустим Джастин Из Нью-Йорк Вокал Коучинг Очень крутой чел Есть даже Тот же самый Кен Темплин Который тоже Чего-то пропал Я что-то давно Про него ничего не слышал Вот Он конечно Странные какие-то вещи Местами делает Но у него полезные вещи Тоже есть То есть как бы Интересно послушать Подумать Вот Есть Не помню Как у него тоже Там Как Вокал Что-то Погеми Что-то как-то так называется Там парниша Такой ковбой Короче Австралиец Очень Баритон такой Он очень прикольные вещи Тоже рассказывает Ну то есть как бы Я очень много всего изучаю Потому что мне это интересно Это меня развивает В первую очередь Потому что я учился Как я тебе говорил Потому что я учился Для себя А не для кого-то Понимаешь Поэтому Конечно я изучаю Потому что мне интересно А как ты относишься К таким всяким видео От других Типа преподавателей С таким названием Как Развлочение Леуса Или Умеет ли Леус петь Знаешь Это популярный вопрос Потому что Знаешь Когда хайпануть Самим не получается Надо хайпануть на ком У кого какое-то имя есть Хотя бы Понимаешь Как бы Я уже все давно Всем доказал Как бы Не вижу смысла кому-то Что-то еще доказывать Я делаю то Что мне нравится И если кому-то Это не нравится Это вот опять же Нравится Не нравится Понимаешь Человек Который начинает Что-то мне говорить Что там Петь не умеет Еще как-то Ну как бы Спой Если ты можешь сделать Там знаешь На компе нарисовано Там типа Все сведено На компе Там знаешь Звук с концерта Который с камеры Тоже сведенный Наверное Короче Любой человек лажает Даже робот лажает Как бы Любой человек лажает Даже самые профессиональные Лажают на концертах Да то есть Но Допустим Есть некоторые У которых Типа вот В ноту попал Значит ты профессионал Красавчик умеешь Но то что эта нота Прозвучала как кусок говна Это никого не заботит То есть он настолько Не развит Музыкальный вкус Вкус какой-то Да слух Именно Не в плане Интонирования по нотам Да А именно музыкальный вкус Такой Да Как бы вкус Слух Да Что он Воспринимает Что если Это типа Высокая какая-то Нота в 25 там Октаве Да То это Красавчик Респект То что это кусок говна Звучит И ты этим петь не будешь Это уже другой вопрос Ну вот Как бы да Восприятие И У меня открываешь За главную страницу канала Смотришь моих студентов Смотришь мои записи Смотришь там Мои концерты какие-то Где-то хреново спето Где-то хорошо спето Где-то не попал Где-то Я и не говорил никогда Что я пою круче всех Я вокальное божество И вообще все говно По сравнению со мной Да то есть как бы Я высекаю по нотам Круче чем кто-либо Другой на планете И никогда такого не говорил И не буду говорить Потому что не вижу В этом смысла Это дурь просто Какая-то неадекватная То что люди себе В голове это додумают Ну Видосы они снимают Просто ради того Чтобы хотя бы Как-нибудь Заявить о себе Понимаешь Да понятное дело Что моя деятельность Тоже завязана на том Что я снимаю Какие-то видосы Про каких-то известных людей Но я уже объяснял Причину почему я это делаю Потому что мне нужны примеры Да для того чтобы Объяснить это там Себе Своим студентам Еще кому-то Да то есть я беру людей У которых много Разных записей Интересных То есть я именно Интересные моменты Разбираю И говорю В плане Не в плане Умеет или нет Я говорю в плане Что вот так вот делать Не стоит Да Что потому что там Я могу сказать Что не умеет так делать Потому что делает Вот так вот Да то есть как бы Или там Когда вот прям совсем Ты слышишь У меня были там типа Топ-10 зашкварных выступлений Там кор-вокалистов Там такой кошмар вообще происходит Там грубо говоря К вопросу не умеет Сразу же привязывается Очень опасно Понимаешь То что как бы Горло гробит Из-за этого как бы Ну то есть Человек не умеет делать так Чтобы это как бы звучало Хотя бы похоже Как-то на типа Скримчик да Какой-нибудь И не умеет это делать так Чтобы ему же потом Горло и не сорвало Мы там какого-то вокалиста Я помню обсуждали Он в результате из группы ушел Потому что у него Горлос пропал Понял То есть как бы Я типа Я как бы не его предупреждал Я просто сказал Что так делать не стоит Он в результате просто ушел Из группы Из-за того что у него Горлос пропал Ну Как бы Это разоблачение Нет Я просто Факт там Таким Говорю Вот И здесь соответственно Как бы Кому мне что доказывать надо Ну Блин Знаешь Там типа Я что-то видел Какие-то Комменты были Под видосом Где я чисто по приколу Мне захотелось Такую в Skyrim Какие-то Приколы такие Замутить Там с переходом На высокие ноты Просто захотелось Такую Ну типа Демонстрацию запустить У меня было такое настроение Я просто записал Я ее даже не сродил толком Просто Сразу там Что там По громкостям выставил Выложил Мне естественно Написали что я все нарисовал Нет Конечно Если найдется человек Который мне покажет Как такое можно нарисовать Чтобы я потом В следующий раз Когда буду такое делать Не потел Так понимаешь То я буду только благодарен Если он мне расскажет Как это сделать Или там Взять какие-нибудь партии Там С альбомов С наших Да там Или там Да чего угодно Там можно С девуловских альбомов взять Можно взять Какой-нибудь там Вот я писал гостевую Лифостротон Там Песни антигламурные Называется Там такие партии Что у меня У самого жопу рвется Их петь Потому что они реально сложные Потому что вывозить их надо Вот Есть партии Которые как бы Допустим Если я про свои Все партии говорю Как бы да Если я вот допустим Ее На записи Там 35 тысяч дублей Сделал Именно не в плане Накопил Да А в плане Переписывал Много раз Да Нашел как раз То как мне хочется Чтобы это звучало Как бы я это оставляю Но Как бы К этому Вели Вот эти 35 тысяч дублей И соответственно Когда я Как бы Получил какой-то результат Это Я прошел определенный пот Если мне кто-то подскажет Как можно это сделать Просто на компе Чтобы Просто Сделать Чтобы это можно было Так не потеть Как бы Не тратить столько времени На то Чтобы впеть И Выдрочить партию Так чтобы она получалась Я только буду благодарен Это мы опять же Возвращаемся Вот к этой теме Про 8 миллионов часов Короче в день Заниматься там Таланты Про поцелуй с небес Как бы да То что ты как бы Ну то есть Ну компе нарисовал Че Как бы знаешь У меня тут разговор Тоже был на эту тему К вопросу о работе Там с ютубом Со всеми делами Я предложил Очень интересную теорию Человеку Говорю Вот у меня есть оборудование Да То есть допустим Там человек говорит Там типа Устройся на работу Хрен ли тут На ютубчике Видосе пилить Я говорю Берем вот этого человека Я его привожу К себе сюда в комнату Говорю Как бы Расстраиваю Все оборудование То есть Ну именно Отключаю все Но оно все стоит на месте Но даже можно не отключать Зачем Не важно Просто вот Даю камеру Даю там микрофон Даю вот этот Сними мне видео Просто Тебе даже ничего покупать не надо У тебя все уже есть Тебе все дали Просто сделай видео Одно Хотя бы минутное Просто Понимаешь да Что с человеком будет Он не сделает Но вот здесь абсолютно То же самое Как бы Поэтому Я ни одного такого видоса Так и не посмотрел Мне там присылают Периодически я что-то вижу Думаю Блин опять Ну как бы Вот Займись чем-нибудь полезным Пожалуйста Как бы Когда Знаешь В данном случае Это для меня Реально выглядит Как зависть Это не изучение Каких-то вещей Да Да Именно А Сам ролик Понимаешь Именно Он заточен на это Я как-то пробовал Я снимал видос Про soil work Или там Про five fingers Dead punch Я вот так и назвал Типа Умеет ли Но это типа Знаешь модная В тот момент Трендовая фишка была Умеет ли петь Играть на гитаре Я чисто по приколу Так сделал Больше так и так не делал Потому что Как-то Для меня это нехорошо Звучит Это конечно Тут каждый может найти Свои аргументы На тему того А ты сам снимаешь Видосы Я же не разоблачения снимаю Я технические разборы снимаю Которые объясняют Почему то, то, то А почему здесь голос сорван Допустим Мне например Больше нравится Именно с точки зрения И слушателя И преподавателя Как звучит Брюс Диккенсен В проекте Своем Брюс Диккенсен Допустим В песне Tears of Dragon Чем во всем Творчестве Iron Maiden И с точки зрения Именно вокала Потому что В Iron Maiden Он очень сильно Перегружается И с точки зрения Как бы Самого звучания Вот мне не нравится Как звучит Iron Maiden А вот как Tears of Dragon Звучит Мне очень нравится Понимаешь Это один и тот же человек Абсолютно один и тот же Да То есть как бы И вот эти вот вещи Они Как бы Вот эти вот Люди Ну вот это Знаешь Это какая-то Знаешь Такая Совсем Вот как это называется Белая зависть Да Или там Черная зависть Как это Я не знаю Не в теме Короче Да Человек просто Именно На срачи Пытается Подъехать Я никогда Срачи не разводил Когда пытались Разводить срачи В мою сторону Я просто посылал Человеку на три веселых буквы И ничего ему не отвечал Даже какой смысл С ним общаться Он уже показал Что он из себя представляет Как человек Понимаешь Всегда так по жизни было Обычно я иногда Человеку даю Второй шанс Если он как бы Возвращается И там извиняется Да За косяк За какой-то серьезный Но В таких случаях Обычно Ты просто молчишь А человек продолжает Тебя говном поливать Ты просто молчишь Типа Обтекаешь Потому что Это ему ничего не даст В результате Ты видишь Где ты А где он В конечном итоге Просто и все Понимаешь Поэтому я к этому Абсолютно Спокойно отношусь Это Издержки Знаешь Это как Папарацци Раньше были Да Вот эти чуваки Которые фотографируют Его голую жопу В бассейне Потом продают это Вот здесь то же самое Здесь только Они не за бабки Это продают А за подписчиков Которые Типа точно так же Не дослушали предложения И хейтят Просто Все Я к этому Абсолютно Спокойно Это у людей Там свои заморочки Как бы Это их исключительно Проблема Просто шикарный ответ Ну и последний вопрос Вот так сказать Личного характера Я помню Первые ролики Ты снимал Когда жил в квартире Сейчас ты живешь В собственном доме Ни от кого не зависишь Но такой Чисто личный интерес Что выгоднее Жить в квартире Или в доме Не будем брать В расчет Обслуживание Дома Там какие-то Ремонтные Или строительные работы А чисто Коммунальные расходы Ну просто Есть такие Планы В дальнейшем О покупке Ну смотри С точки зрения Смотри Просто вот чисто Так подумать Я честно По цифрам не помню Но как бы Понятное дело Что ремонт в доме Будет стоить дороже Если дом пустой Потому что здесь Как бы просто Бетонная коробка была Изначально Вообще ничего не было Вот А даже полы Не были залиты То есть как бы Сюда был подведен Там газ Вода Короче их надо было Там включить Все дела Договора заключить Все это запустить Вот электричество Тоже подведено было Канализация Здесь общая Вода тоже общая Электричество Соответственно Тоже общее Вот Ну типа В поселке Но логика в том Что дом Стоит дешевле Чем допустим Двух или трехкомнатная квартира Ну сама коробка такая То есть понятное дело Что с ремонтом Это будет в результате Стоит дороже Даже если квартиру ремонтировать Но Тут размышляй Каким образом Вот есть квартира Да А есть дом Я ору Играю на гитаре Жена стучит Как бы Где Логичнее жить Не В этом-то плане понятно Вот в этом Вся логика То есть здесь Зависит от того Кому что по жизни удобнее Кто-то может сказать Что типа жить за городом Рядом с лесом Это полная туфта Надо жить в центре города Есть такие люди Которые рвутся Прямо в центр Москвы Жить Чтобы прямо в центре Потому что я живу В центре Москвы У меня хата На Кутузовском Молодец Что я могу сказать А у меня лес за дверью Понимаешь Все Опять же К вопросу Я так понимаю Ты живешь на окраине Москвы Да 80 километров от Москвы 21 век Понятно Что ты в этот момент Полностью независим от соседей Ну это да Ну как бы Если ты тихо живешь Если у тебя не такая деятельность Как у меня То как бы Какая хрен разница Это зависит от того Где тебе комфортно Находиться как человеку А не как А в моем случае Мне получается Комфортно находиться В доме как музыканту Да Просто Как музыканту В любом случае Преподаватель Не преподаватель Не важно Да как музыканту И просто как человеку Потому что ты можешь выйти Во двор Короче Песеном покрутить И обратно зайти домой Да В квартире ты не можешь Себе такого позволить Ты выйдешь в подъезд И там крутить песеном Что-то как-то не тру Вот А потом ты выйдешь Из подъезда А ты в центре города Песеном крутить Тоже не круто Че? Ну если ты еще в подъезде Покрутишь песеном То Надумают всякого А тут как бы Ну и о тебе образно говорят То что как бы Вот эти вот вещи Немножко больше Все-таки свободы дают С точки зрения выгоды Ну квартира конечно Дешевле будет Вот Я имею в виду В смысле там Обслуживание Обеспечивание Ну Как бы здесь Кому что Опять же Опять же нравится Не нравится Мне нравится Когда вот у меня в хате Как Знаешь как меня кто-то спросил Вот у всех там Успешных блогеров Типа Там смотришь видосы У всех как у одного Светлые стены Там короче Все белые А у тебя короче Как в берлоге Я говорю Потому что Скайрим для нордов Все То что мне нравится Вот мне нравится Чтобы атмосфера была Как будто ты В берлоге сидишь Хорошо Мне кто там Вот и весел Подвал Опять там что-то Попердываешь Подвала Гном из подвала Понимаешь Опять вот Этой теме Возвращаемся То есть как бы Ну Такое Поэтому Все это Ну как бы Здесь именно С точки зрения Личного такого Характера Дом Либо квартира Я бы выбрал дом В любом случае Не важно Может быть Влияет то что Я вырос в деревне Поэтому Тоже Я парень простой С деревни Да Сам себе хозяин Да Как бы На велосипеде Выехал Поехал кататься Ну Здесь В квартире Тоже можно так делать Но Мне нравится Кататься по лесу Не всегда От квартиры до леса Там Добраться можно Типа того Понятное дело Что жизнь в городе Имеет свои Как бы Бонусы В плане Там перемещения В плане возможностей Какие-то там Что-то надыбать Что-то взять Где-то с кем-то Встретиться Еще Но Увы Сейчас 21 век Поэтому Возможности Все есть В онлайне Уже Практически Все Там За исключением Каких-то мелочей У меня вообще До сих пор Башка взрывается Когда мы там Сырый Допустим У меня там Минералка Заканчивается Да Просто Ящик вот этого Вот и заказываешь Да и тебе в деревне Просто привозят Сидишь просто Бааа В смысле Ты как бы Десять лет назад Как бы Скажи людям Доставка там Типа продуктов Из магазинов Откуда-нибудь Скажи Ты что дурак Типа какая-то Ставка продуктов Из магазинов И сейчас просто Все на этом живут Практически Понимаешь По магазинам Люди конечно ездят Мы тоже гоняем Но Сам факт Что это просто удобно И как бы Хрен бы с ним Что это удобно Но мы живем В деревне Понимаешь То есть тебе В деревню Привозят Просто это Ааа Взрывает мозги Кстати вот К вопросу Ни в одном магазине Я вот этих вот Пилотов с кнопками Не нашел Я нашел их на этом И мне их доставкой Привезли Точно так же Как флешку На которой сейчас Вот компакт флеш Которая там Ультрадорогая флешка С охреневшей скоростью Типа для камеры Да Ее нигде не было Я нашел На этом Мне ее сегодня утром Привезли Понимаешь Там просто коробка Вот такая вот Огромная Внутри маленькая Вот такая вот Коробочка с флешкой Вот с такой вот Понимаешь Просто В деревню В деревню привезли Понимаешь Я просто Ааа Чего Точно так же Как То что я говорил Помнишь Про камеры Саня То что По наследству Перешла Он просто заказал Яндекс доставку Потому что С дек до 4 числа Ну то есть То бишь До сегодня У тебя для вчера Да Он просто не работает Он заказал Яндекс доставку У меня чел Через дорогу Через поле Там у нас там Типа поселок С такими пятиэтажками Короче новыми Ну типа Новостройки Пятиэтажки Аля не таунхаус Такие аккуратненькие Короче небольшие Вот Он просто работает В Яндекс такси Там просто Подъехал Ко мне Я ему Погрузил коробку С камерой Короче Он просто с Аней За 2 часа отвез И вот тебе 21 век Как бы Какая разница Был бы я в Москве Я бы ему так же Ее отправил Либо он сам бы Ко мне поехал Ну как бы Какая разница Не так далеко Просто хоп Поэтому тут К каждому свое Опять же Слушай Такой вопрос Прям насущий Как ты все успеваешь И преподавать И пилить видосы Еще и вовку Шпилить Стримы вести Не мы забили Болт Сейчас вов играть Вообще Мы сейчас По киношкам Угораем По кинем Сериалчикам По вечерам С ребятами В дискорд Да ну мы Уже месяца 2 или 3 Вообще просто забили У меня просто Есть свое Личное время Которое я выделяю Только себе И ничего не делаю Специально Иначе башка Закипает Просто и все То есть я Ничего не делаю У меня может быть Вот как с ноут годом Да то есть я мог Сесть вов играть А мог просто Миди протоколы Изучать Сидеть Вот мне было интересно Изучать мини протоколы Я не занимался Не снимал видосы Я не записывал вокал Я не читаю Правда записывание Вокала и материала И ту же самую Съемку видосов Работой Просто надо как-то Знаешь типа Разносторонне Все это делать Это очень хороший Как это Совет был От НСи Кипова Еще в 11 году Когда мы на студии Писались у него Писались Сводились Он короче Что-то слушали 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 Он так Он говорит У меня уши замылились Говорит Надо перерыв Я говорю Окей Давай Он говорит Да нет Куда ты пошел Я сидел Смотрел Изучал Что он делает Мне тоже интересно было Он просто берет Врубает параллельно С нашим треком Основил наш трек В сидении Врубает Бритни Спирс Что-то там 30 секунд послушал Он говорит Все ништяк Врубает наш трек И я такой Ого Ну типа Из того что Другой стиль Другая музыка Другой абсолютный микс У тебя уши Такие Знаешь Типа Грязь вытряхнули Короче То что накопилось Замылилось Короче Заново Здесь то же самое Абсолютно Захочу сейчас Вот там Ну сейчас я Не смогу Потому что мелко Там надо укладывать Через там 10-15 минут Да как бы Но как бы Если бы не надо было Бои укладывать Я бы просто сел на велик Поехал кататься ночью Потому что Ну потому что хочу Понимаешь Вот типа того Ну вот Потому что мое там Личное время То есть Здесь опять же зависит Тут я сейчас себе взял Выходные там Да-да Определенные даты Я там занимаюсь своими делами Написываю вокал Там гитары На гитаре играю Еще что-то Ну вот Просто правильно Надо распределять Время свое Логично Из-за этого Как бы координаторы Работают Чтобы я не занимался Расписанием школы Иру точно так же Чтобы не занимался Чтобы башка Не взорвалась Наглухо вообще Вот Так что Так вот Я просто Понимаешь Я не тусю Я не бухаю Я Как бы Вот эти вот Для меня это Бесполезная Трата времени Короче Ты не изучаешь Что-то новое Ты не учишься Что-то делать Ты не Типа Не занимаешься тем Что тебе нравится Конечно Понятное дело Что есть люди Которым нравится Тусить и бухать Это как бы Но для меня Это бесполезная Трата времени Просто Бесполезная Трата времени И денег Все понятно Все понятно Спасибо Спасибо тебе Вообще Большое Что ты согласился Заскочить ко мне В гости Ответил на все Вопросы Мы пообсуждали Интересные Темы Я думаю Тем Кто будет смотреть Этот видос Что-то для себя Узнают нового Может что-то Поймут Или кому-то Будет просто интересно Поэтому большое Тебе спасибо А всем зрителям Я желаю Всех благ И чтобы Они В этом видео Нашли Ответы На все Свои вопросы Еще раз тебе Огромное Спасибо Да не за что Всем пока Пока До новых встреч Всем спасибо Давайте Покедови Субтитры сделал DimaTorzok